Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин. Ватолле. Мы все стояли на берегу и смотрели на удаляющегося альбатроса. Он был уже так далеко от нас, что я не мог рассмотреть, есть ли на палубе люди. Потом из трубы появилось белое облачко пара, а спустя несколько секунд мы услышали протяжный вой. — Все, — сказал папа, — теперь мы можем сколько угодно играть в Робинзонов. У нас есть настоящий необитаемый остров, хижина и даже пятница. Это было очень здорово придумано — назвать толстого неповоротливого робота пятницей. Он был совсем новый, и из каждой щели у него проступали под лучами солнца капельки масла. — Смотри, он потеет, — сказал я. — А ну, кто быстрее? — крикнула мама. И мы помчались на перегонки к дому. У самого финиша я споткнулся о корень и шлепнулся на землю, и папа сказал, что это несчастный случай, и бег нужно повторить. А мама спросила, больно ли я ушибся. Я ответил, что все это ерунда, и что я вполне могу опять бежать. Но в это время раздался звонок, и папа сказал, что это, вероятно, вызов с Альбатроса, и состязание придется отложить. — Звонок все трещал и трещал, пока папа не включил видеофон. На экране появился капитан Альбатроса. Он по-прежнему был в скафандре и шлеме. — Мы уходим, — сказал он, — потому что я понимаю, — перебил его папа. — Если вам что-нибудь понадобится. Да, я знаю. Счастливого плавания. Спасибо. Счастливо оставаться. Папа щелкнул выключателем, и экран погас. — Пап, — спросил я, — они навсегда ушли? — Они вернутся за нами, — ответил он. — Когда? — Месяца через три. — Так долго? А ты разве не рад, что мы, наконец, сможем побыть одни, и никто не будет нам мешать? — Конечно, рад, — сказал я, — и это было чистейшей правдой. — Ведь за всю свою жизнь я видел папу всего три раза, и не больше, чем по месяцу. Когда он прилетал, к нам всегда приходила куча народу, и мы никуда не могли выйти без того, чтобы не собралась толпа, и папа раздавал автографы и отвечал на массу вопросов, и никогда нам не давали побыть вместе по-настоящему. — Ну, давайте осматривать свои владения, — предложил папа. Наша хижина состояла из четырех комнат — спальни, столовой, моей комнаты и папиного кабинета. Кроме того, там была кухня и холодильная камера. У папы в кабинете было очень много всякой аппаратуры и настоящая электронно-счетная машина, и папа сказал, что научит меня на ней считать, чтобы я мог помогать ему составлять отчет. В моей комнате стояли кровать, стол и большущий книжный шкаф, набитый книгами до самого верха. Я хотел их посмотреть, но папа сказал, что лучше это сделать потом, когда мы осмотрим весь остров. Во дворе была маленькая электростанция, и мы с папой попробовали запустить движок, а мама стояла рядом и все время говорила, что такие механики, как мы, обязательно что-нибудь сожгут. Но мы ничего не сожгли, а только проверили зарядный ток в аккумуляторах. Потом мы пошли посмотреть антенну, и папе не понравилось, как она повернута, и он велел пятницы влезть наверх и развернуть диполь точно на север, но столб был металлический, и робот скользил по нему и никак не мог подняться. Тогда мы с папой нашли на электростанции канифоль и посыпали ею ладони и колени пятницы, и он очень ловко взобрался наверх и сделал все, что нужно, а мы все стояли внизу и аплодировали. — Пап, — спросил я, — можно я выкупаюсь в океане? — Нельзя, — ответил он. — Почему? — Это опасно. — Для кого опасно? — Для тебя. — А для тебя? — Тоже опасно. — А если у самого берега? — В океане купаться нельзя, — сказал он. И я подумал, что, наверное, когда папа таким тоном говорить нельзя там, на далеких планетах, то ни один из членов экипажа не смеет с ним спорить. — Мы можем выкупаться в лагуне, — сказал папа. Право, это было ничуть не хуже, чем если бы мы купались в настоящем океане, потому что эта лагуна оказалась большим озером внутри острова, и вода в ней была теплая-теплая и совершенно прозрачная. Мы все трое плавали на перегонки, а потом мы с папой ныряли на спор, кто больше соберет ракушек со дна. И я собрал больше, потому что папа собирал одной рукой, а я двумя. Когда нам надоело собирать ракушки, мы сделали для мамы корону из веточек коралла и морских водорослей, а папа украсил ее морской звездой. Мама была похожа в ней на настоящую королеву, и мы встали перед ней на дно колена, и она посвятила нас в рыцарь. Потом я попросил Пятницу поплавать со мной. Было очень забавно смотреть, как он подходил к воде, щелкал решающим устройством и отступал назад, а потом он вдруг отвинтил на руке палец и бросил его в воду. И когда палец утонул, Пятница важно сказал, что роботы плавать не могут. Мы просто покатывались от хохота, такой у него был при этом самодовольный вид. Тогда я спросил у него, могут ли роботы носить на руках мальчиков, и он ответил, что могут. Я встал ему на ладони, и он поднял меня высоко над головой, к самой верхушке пальмы. И я срывал с нее кокосовые орехи и кидал вниз, а папа ловил. Когда солнце спустилось совсем низко, мама предложила пойти к океану, смотреть закат. Солнце стало красным-красным и сплющилось у самой воды, и от него к берегу потянулась красная светящаяся полоса. Я зажмурил глаза и представил себе, что мчусь по этой полосе прямо на солнце. Папа! — спросил я. — А тебе приходилось лететь прямо на солнце? — Приходилось, — ответил он. — А там тоже от него тянется такая полоса? — Нет. — А небо? Небо там какого цвета? — Черное, — сказал папа. — Там все другое. Незнакомое и враждебное. — Почему? — спросил я. — Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, сынок, — сказал он. — А сейчас идемте ужинать. — Дома мы затеяли очень интересную игру. Мама стояла у холодильника, а мы угадывали, что у нее в руках. Конечно, каждый из нас называл свои любимые блюда, и каким-то чудом оказывалось, что мы каждый раз угадывали. Поэтому ужин у нас получился на славу. Папа откупорил бутылку вина и сказал, что мужчинам после купания совсем не вредно пропустить по рюмочке. Он налил мне и себе по полной рюмке, а маме немножко, только чтобы чокнуться, — сказала она. После ужина мы смотрели по телевизору концерт, и диктор перед началом сказал, что этот концерт посвящается нам. Мама даже покраснела от удовольствия, потому что она очень гордится тем, что у нас такой знаменитый папа. Передавали самые лучшие песни, а одна певица даже пропела мою любимую песенку о белочке, собирающей орешки. Просто удивительно, как они об этом узнали. Когда кончился концерт, папа сказал, что ему нужно садиться писать отчет, а я отправился спать. Я уже лежал в постели, когда мама пришла пожелать мне спокойной ночи. «Мам, посиди со мной», — попросил я. «С удовольствием, милый», — сказала она и села на кровать. В открытое окно светила луна, и было светло, совсем как днем. Я смотрел на маме на лицо и думал, какая она красивая и молодая. Я поцеловал ее руку, пахнущую чем-то очень приятным и грустным. «Мама», — спросил я, — «почему это запахи бывают грустные и веселые?» «Не знаю, милый», — ответила она, — «мне никогда не приходилось об этом думать. Может быть, просто каждый запах вызывает у нас какие-то воспоминания, грустные или веселые?» «Может быть», — сказал я. «Мне было очень хорошо. Я вспоминал проведенный день, самый лучший день в моей жизни, и думал, что впереди еще восемьдесят девять таких дней. «Ох, мама», — сказал я, — «какая замечательная штука жизнь, и как не хочется умирать!» «Что ты, Чижик», — сказала она, — «тебе ли говорить о смерти? У тебя впереди огромная жизнь!» «Мне было ее очень жалко. Еще на Альбатроссе ночью я слышал, как они с папой говорили об этой ужасной болезни, которой папа заразился в космосе, и о том, что всем нам осталось жить не больше трех месяцев, если за это время не найдут способа ее вылечить. Ведь поэтому экипаж Альбатросса был одет в скафандры, а мы никуда не выходили из каюты. И в океане, вероятно, нам нельзя купаться, потому что эта болезнь такая заразная. И все же я подумал, что когда люди так любят друг друга, нужно всегда говорить только правду. «Не надо, мамочка, дорогая», — сказал я, — «ведь даже если не найдут способы лечить эту болезнь...» «Найдут», — тихо сказала мама, — «обязательно найдут. Можешь быть в этом совершенно уверен». Проект Аудиокниги Клуб Илья Варшавский Сборник рассказов Вечные проблемы Читает Александр Дунин Не едяки По установившейся традиции, мы собрались в этот день у старого космонавта. Сорок лет тому назад мы подписали ему первую путевку в космос. И несмотря на то, что мы оставались на земле, а он каждый раз улетал все дальше и дальше, Тысячи общих интересов по работе связали нас дружбой, крепнувшей с каждым годом. В этот день мы праздновали сорокалетие нашей первой победы. Как всегда, мы предавались воспоминаниям и обсуждали наши планы. Пожалуй, не стоит скрывать, что с каждым прошедшим годом воспоминаний становилось все больше, а планов... Впрочем, я несколько отвлекся от темы. Мы только что закончили спор о парадоксах времени и находились еще в том возбужденном состоянии, в котором бывают спорщики, когда все аргументы уже исчерпаны и каждый остался при своем мнении. Я считаю, — сказал конструктор, — что время, текущее в обратном направлении, также выдумано математиками, как космонавтами миф о неедяках. Степень достоверности примерно одинакова. В глазах космонавта блеснули знакомые мне насмешливые огоньки. — Вы ошибаетесь, — сказал он, наполняя наши бокалы. — Я сам видел неедяк. Да и само название тоже придумано мною. Могу рассказать, как это произошло. Это случилось тридцать лет назад, когда мы только начали осваивать большой космос. Летали мы тогда на допотопных аннигиляционных двигателях, доставлявших нам уйму хлопот. Мы находились на расстоянии нескольких парсеков от Земли, когда выяснилось, что фотонный ускоритель нуждается в срочном ремонте. Корабль шел в поясе мощной радиации, и о том, чтобы выйти из кабины, снабженной надежной системой биологической защиты, нечего было и думать. Выручить нас могла только посадка на планете, обладающей хоть какой-нибудь атмосферой, способной ослабить жесткое излучение. К счастью, такая возможность скоро представилась. Наш радиотелескоп обнаружил прямо по курсу небольшую систему, состоящую из центрального светила и двух планет. Можете представить себе нашу радость, когда приборы зафиксировали на одной из этих планет атмосферу, содержащую кислород. Теперь уже нами руководило не только стремление поскорее исправить повреждения, но и азарт исследователей, хорошо знакомый всем, кто когда-либо в космосе обнаруживал условия, пригодные для возникновения жизни. Вы хорошо знаете наши старенькие корабли. Молодежь их сейчас считает просто смешными, но я о них вспоминаю с сожалением. Они не имели того комфорта, которым обладают современные лайнеры, и команда на них была смехотворно малочисленной, но для разведки космоса они, по-моему, были незаменимы. Они не нуждались в космических посадочных станциях и, что самое главное, легко конвертировались в ракетопланы, обладающие прекрасными маневренными качествами. Наш экипаж состоял из геолога, доктора и меня, исполнявшего обязанности командира, штурмана и бортмеханика. Четвертым членом экипажа был мой старый космический товарищ Спаниэль Руслан. Мы с трудом сдерживали охватившие нас с нетерпения, когда на экране телевизора замелькали облака, скрывавшие поверхность таинственной планеты. Кое-что о ней мы уже знали. Ее масса была близка к земной, а период обращения вокруг центрального светила равен времени оборота вокруг собственной оси. Таким образом, она, подобие Луны, всегда обращена к своему Солнцу только одной стороной. Ее атмосфера состоит из 20% кислорода, 70% азота и 10% аргона. Такой состав атмосферы избавлял нас от необходимости работать в скафандрах. Каждый из нас строил всевозможные предположения относительно вида и характера хозяев нашего будущего пристанища. К сожалению, нас очень быстро постигло разочарование. Корабль три раза на небольшой высоте облетел планету, но ничего похожего на присутствие живых существ обнаружить не удалось. Освещенная сторона планеты представляла собой раскаленную пустыню, а противоположная — сплошной ледник. Даже область вечных сумерек на их границе была лишена какой-либо растительности. Оставалось загадкой, каким же образом без растительности мог появиться в атмосфере кислород. Во всяком случае, с мечтами о радушном приеме на этой планете приходилось распроститься. Наконец, мы выбрали место для посадки в районе с наиболее умеренным климатом. Повреждение ускорителя оказалось пустяковым, и мы рассчитывали, что через несколько дней, считая по земному календарю, сможем отправиться в дальнейший рейс. Попутно с ремонтными работами мы продолжали изучение планеты. Ее почва состояла из базальтов со значительными скоплениями окислов марганца. По-видимому, наличие кислорода в атмосфере объяснялось процессами восстановления этих окислов. Ни многочисленные пробы, взятые из атмосферы, ни анализы воды горячих и холодных источников, которыми была богата планета, ни исследования различных слоев почвы не обнаруживали ничего такого, что указывало бы на наличие хотя бы самых примитивных форм жизни. Планета была безнадежно мертва. Уже все было готово к отлету, но внезапно произошло событие, совершенно изменившее наши планы. Мы работали на стартовой площадке, когда услышали яростный лай Руслана. Нужно сказать, что Руслан видал виды, и вынудить его лаять могло только нечто совершенно необычное. Впрочем, то, что мы увидели, заставило и меня издать невольное восклицание. По направлению к большому ручью, находящемуся примерно в пятидесяти метрах от нашего корабля, двигалась странная процессия. Сначала мне показалось, что это пингвины. Тоже невозмутимое спокойствие, та же важная осанка, такая же ковыляющая походка. Однако это было первым впечатлением. Шествовавшие мимо нас существа не были похожи ни на пингвинов, ни на что-либо другое, известное человеку. Представьте себе животных, ростом с кенгуру, передвигавшихся на задних лапах. По бокам туловища крохотные трехпалые отростки, маленькая голова, снабженная двумя глазами и украшенная гребнем наподобие петушиного, одно носовое отверстие, внизу которого болтается тонкая длинная трубка. Но самым удивительным было то, что эти существа обладали совершенно прозрачной кожей, через которую просвечивала ярко-зеленая кровеносная система. Увидев нас, процессия остановилась. Руслан с громким лаем бегал вокруг незнакомцев, но лай, по-видимому, не производил на них никакого впечатления. Некоторое время они разглядывали нас большими голубыми глазами. Затем, как по команде, повернулись и направились к другому ручью, находящемуся поблизости. Очевидно, мы просто перестали их интересовать. Став на колени, они опустили свои трубки в воду и застыли неподвижно на добрые полчаса. Все это совершенно противоречило нашим выводам о необитаемости планеты. Ведь эти существа не могли быть ее единственными обитателями, хотя бы потому, что нуждались, как все животные, в органической пище. Все живое, что мне когда-либо приходилось видеть в космосе, жило в едином биологическом комплексе, обеспечивающем жизнедеятельность всех его составляющих. Вне такого симбиоза, в самом широком смысле этого слова, невозможно никакие формы жизни. Выходит, что весь этот комплекс мы попросту прозевали. Не могу сказать, чтобы эти мысли, мелькавшие у меня, пока я наблюдал обитателей планеты, были очень приятными. Я был командиром экспедиции и отвечал не только за полет, но и за достоверность научных сведений, доставляемых на Землю. Сейчас об отлете нечего было и думать. Старт откладывался до тех пор, пока мы не разгадаем новую загадку. Утолив жажду, таинственные существа уселись в кружок. То, чем они занимались, было очень похожим на соревнования ашугов, на котором я однажды присутствовал в Средней Азии. Поочередно каждый из них выходил на середину круга. После этого бесцветный гребень на его голове начинал вспыхивать разноцветными огнями. Остальные, в полном безмолвии, наблюдали за этой игрой красок. Трудно было удержаться от смеха, наблюдая, с какой важностью они все это проделывали. Исчерпав, видимо, всю программу, они поднялись на ноги и гуськом отправились в обратный путь. Мы последовали за ними. Я не буду утомлять вас описанием всех наших попыток составить себе ясное представление об этих существах. Они жили на освещенной части планеты. Трудно сказать, как они проводили время. Они попросту ничего не делали. Около двухсот часов они лежали под жгучими лучами своего солнца, пока не приходило время отправляться на водопой. У ручья каждый раз повторялась та же сцена, которую мы наблюдали в первый раз. Размножались они почкованием. После того, как на спине у взрослого животного вырастал потомок, родительская особь умирала. Таким образом, общее количество их на планете всегда оставалось постоянным. Они ничем не болели, и за все время нашего пребывания там мы ни разу не наблюдали случаев их преждевременной смерти. При всем этом они обладали одной удивительной особенностью. Они ничего не ели. Поэтому я и прозвал их неедяками. Мы анатомировали несколько умерших неедяк и не обнаружили в их организме ничего похожего на органы пищеварения. За счет чего у них происходил обмен веществ, оставалось для нас загадкой. Не могли же они питаться одной водой? Доктор провел исследование обмена на нескольких живых экземплярах. Они с неудовольствием, но безропотно переносили взятие проб крови и позволяли надевать на себя маски при газовом анализе. Похоже было на то, что им просто лень сопротивляться. Мы уже начинали терять стерпение. Навигационные расчеты показывали, что дальнейшая отсрочка старта на Землю приведет к неблагоприятным условиям полета, связанным со значительным расходом горючего, которого у нас было в обрез. Но никто из нас не хотел отказаться от надежды разгадать эту новую тайну жизни. Наконец настал тот день, когда доктору удалось свести воедино все добытые им сведения, и неедяки перестали быть для нас загадкой. Оказалось, что неедяки не представляют собой единый организм. В их крови находятся бактерии, использующие свет, излучаемый центральным светилом для расщепления углекислоты и синтеза питательных веществ из азота, углерода и водяного пара. Все необходимое для этого бактерии получают из организма неедяк. Процессы фотосинтеза облегчаются прозрачными кожными покровами неедяк. Размножение бактерий в организме этих удивительных существ происходит только в слабо-щелочной среде. Когда бактерий становится слишком много, железы внутренней секреции неедяк выделяют гормоны, повышающие кислотность крови, регулируя тем самым концентрацию питательных веществ в организме. Это был удивительный пример симбиоза доселе неизвестной науки. Должен сознаться, что открытие доктора навело меня на ряд размышлений. Ни одно живое существо в космосе не получило от природы так много, как неедяки. Они были избавлены от необходимости добывать себе пищу, забот о потомстве, они не знали, что такое борьба за существование и никогда не болели. Казалось, природой было сделано все, чтобы обеспечить необычайно высокое интеллектуальное развитие этих существ. И вместе с тем они немногим отличались от Руслана. У них не было никакого подобия общества. Каждый из них жил сам по себе, не вступая в общение с себе подобными, если не считать бессмысленных забав с гребнями у ручья. Откровенно говоря, я начал испытывать отвращение к этим баловням природы и безо всякого сожаления покинул странную планету. Я туда случайно попал через десять лет, и то, что я там увидел, поразило меня больше, чем открытие, сделанное доктором. При втором посещении Ни-Е-Дии я обнаружил у Ни-Е-Дяк зачатки общественных отношений и даже общественное производство. Что же их к этому вынудило, недоверчиво спросил конструктор. Блохи! Раздался стук разбиваемого стекла. Конструктор с сожалением смотрел на свои брюки, залитые вином. Мне очень неприятно, сказал он, поднимая с полу осколки. Кажется, это был ваш любимый бокал из лунного хрусталя. Но шутка была столь неожиданной. Я не собирался шутить, перебил его космонавт. Все было так, как я говорю. Мы были настолько уверены в отсутствии жизни на этой планете, что не приняли необходимых в таких случаях мер по санитарной обработке экипажа. По-видимому, несколько блох с Руслана переселились на Ни-Е-Дяк и прекрасно там прижились. Я уже говорил о том, что у Ни-Е-Дяк очень короткие передние конечности. Если бы они не чесали друг другу спины и не объединяли свои усилия при ловле блох, то те бы их просто загрызли. Не знаю, кому из Ни-Е-Дяк первому удалось обнаружить, что толченая перекись марганца служит прекрасным средством от блох. Во всяком случае, я видел там фабрику, производящую этот порошок. Им удалось даже изобрести нечто вроде примитивной мельницы для размола. Некоторое время мы молчали. Потом конструктор сказал, «Ну, мне пора идти. Завтра утром старт двенадцатой вне галактической экспедиции. У меня пригласительный билет на торжественную часть. Вы ведь там тоже будете?» Мы вышли с ним вместе. «Ох, кушайте мне космические истории!» Вздохнул он, садясь в лифт. Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский Сборник рассказов «Вечные проблемы» Читает Александр Дунин Сашка «Ошибаться свойственно только человеку», сказал конструктор. «Удивительно свежий афоризм», усмехнулся космонавт. «Вы бы по-латыни его преподносили. Это как-то больше впечатляет неискушенных слушателей». «Глупости». Лицо конструктора покрылось красными пятнами, верный признак того, что он готов ринуться в бой. Я вовсе не о том. Просто ошибки появляются всегда там, где отсутствует жесткая программа. То, что мы делаем по велению инстинкта, всегда точно и безошибочно, потому что нас запрограммировала мать-природа. Ошибки неизбежны, когда на жесткую программу накладывается чувство или разум. Исправно действующая машина с хорошо продуманной программой не знает ошибок. — Однако я помню случай, сказал космонавт. — Да-да, расскажите, как это получилось, попросил я конструктора. — Вы имеете в виду конфуз с метеором? — Конечно. Конструктор замялся. Кажется, его наступательный порыв иссяк. — Ну, это, знаете ли, исключение, которое только подтверждает правила, вяло заметил он. — Дудки, сказал космонавт, на этот раз так просто вы от нас не отделаетесь. Даже если бы вам пришлось переворошить все изречения Цицерона до наших дней, меня уже много лет интригует эта история, ведь я как-никак был там главным действующим лицом. — Вы думаете? В голосе конструктора была странная смесь грусти и иронии. — Еще бы, запальчиво ответил космонавт, представьте себе вы, три года готовитесь к экспедиции, подбираете команду, роетесь в архивах, проходите самые изощренные тренировки, зазубриваете целые тома справочников и вдруг, о счастье, все уже позади. Экипаж на своих местах, все речи уже произнесены, все пожелания и советы выслушаны и вас, связывает с землей только голос в динамике. Вначале обычный сумбур, когда кажется, что снаряжение неправильно подобрано, члены экипажа никогда не научатся понимать, чего вы от них хотите, а навигационное оборудование создано специально для того, чтобы вселять в вас сомнения в реальности существования окружающего мира. И вдруг, все чудесным образом, становится на свои места. Ваши спутники оказываются милейшими ребятами, а корабль, оснащенный самой совершенной техникой, пожирает пространство с легкостью, о которой вы и мечтать не смели. Теперь представьте себе, что именно в этот момент вы получаете с земли категорический приказ вернуться назад. Три недели, пока вы гасите скорость, вновь ее набираете и снова гасите, вы теряетесь в догадках, шлете запросы, успокаиваете команду, волнуетесь сами так, что кусок не лезет в горло, и, наконец, сев на космодроме, вы слушаете какие-то сбивчивые объяснения. Произошла, мол, ошибка. До сих пор не могу спокойно вспомнить смущенные физиономии диспетчеров из управления по космонавтике. Управление тут ни при чем, вмешался я. Ошибка, по-видимому, произошла в координационном центре. «Да, там произошла ошибка», задумчиво сказал конструктор. «Почему же тогда вы, спросил космонавт, подписали акт о том, что виною всему бортовая аппаратура? Генеральные конструкторы редко проявляют такую самоотверженную заботу о чести мундирова числителей». «Ну, у меня для этого были кое-какие основания». «Ладно», сказал космонавт, «выкладывайте все на чистоту, ведь с того времени прошло больше двадцати лет, не так уж много осталось людей, которые помнят эту историю. Тем более, что вы вполне можете рассчитывать на нашу скромность», добавил я. «Двадцать лет», переспросил конструктор. «Неужели двадцать лет? Мне кажется, что все это было совсем недавно». «Двадцать лет». «Ну хорошо. Вы помните громоздкую организацию подготовки полетов в то время?» Она приводила к тому, что генеральный конструктор, помимо своей основной работы, должен был заниматься еще кучей вопросов, начиная с обеспечения жизнедеятельности биологического комплекса корабля и кончая вычислительной техникой. Больше всего хлопот мне доставляла бортовая аппаратура. Обеспечение безопасности дальних рейсов упиралось в отсутствие достаточно компактных и надежных решающих устройств. Чем дальше летали наши корабли, тем жестче были требования к весу и габаритам всего, что они на себе несли. В конце концов, дело дошло до того, что я был вынужден объявить открытый конкурс на бортовую вычислительную машину. Мы получили больше трехсот проектов, но все это было не то. Однажды, сидя в кабинете, я услышал громкую перебранку в приемной. Спустя несколько минут в кабинет вошла моя секретарша. Щеки ее пылали, грудь высоко вздымалась, голос дрожал, ну, словом, классический персонаж греческой трагедии. Она плюхнулась на стул и, закрыв глаза, пробормотала. С вами требует свидание какое-то, какое-то, какое-то действительное в дверях стояло нечто такое, что трудно поддавалось классификации. Это существо было облачено в выцвевшие джинсы, прожженные во многих местах до дыр, клетчатую рубашку и лихо заломленный картуз, из-под которого свисали до глаз рыжие космы. Все это дополнялось пятнистым носом, устремленным в небо, как у ракеты перед стартом, и парой широко открытых глаз цвета морской волны в десятибальный шторм. Пальцы с черной каймой под ногтями судорожно сжимали большой чемодан из желтой кожи. Судя по всему, этот экземпляр украшал собой нашу планету уже не менее четырнадцати лет. Я понял, что мне не сдобровать. — Еще бы, — сказал космонавт, — каждый раз перед стартом я извлекаю из самых укромных уголков корабля не меньше десятка таких парнишек. В пять лет они мастерят аккумуляторы из консервных банок, в восемь изобретают реактивный велосипед, в четырнадцать становятся звездоплавателями, а в шестнадцать наводняют редакции журналов проектами перестройки нашей галактики. Дело в том, что, мальчишки, всегда вы ошибаетесь, перебил конструктор. То есть, пожалуй, вы были бы правы, если бы... Видите ли, это был не совсем обычный случай. Дело в том, что сзади, из-под картуза, еще торчали в разные стороны две тощие косички. Она уселась, продолжал конструктор, и снисходительно довела до моего сведения, что зовут ее Саша, что всю свою дальнейшую жизнь она намерена посвятить обеспечению космических полетов самой совершенной, самой надежной вычислительной техникой. В подтверждение обоснованности принято решение из таинственного чемодана был извлечен какой-то гибрид детской гармошки с карманным приемником, и я получил право задать машине, как она выразилась, самую-самую трудную задачу. Я поинтересовался, в каком она классе, и, примерно определив возможности конструктора, задал задачу на определение экстремальных значений функции. К моему удивлению, гармошка выдала правильный результат. Теперь нужно было решить, как поделикатнее спровадить это юное дарование. Для начала я извлек из ящика стола коробку конфет. Она бросила на меня одобрительный взгляд и запустила пятерню в коробку. Я не могу похвастать большим опытом по воспитанию детей, но лекция, которую я ей прочел, казалась мне тогда шедевром педагогики. Больше часа я ей втолковывал, что каждый, кто желает стать конструктором, должен вооружиться терпением и стараться получить как можно больше знаний, что только в школе. Впрочем, вы сами знаете, какие сентенции преподносятся в подобных случаях. Я уже торжествовал победу, когда она, перебив меня, поинтересовалась, считаю ли я большое терпение и обширные знания обязательными для генерального конструктора. Я подтвердил это и встал, чтобы проводить ее до двери, но она не проявляла никакого желания расстаться ни с креслом, ни с конфетами. Мне не оставалось ничего другого, как снова сесть. Убедившись, что генеральные конструкторы действительно обладают большим терпением, она приступила к проверке моих знаний. Вилка ее машины была выдернута из розетки, и мне предложили объяснить, почему на клеммах решающего устройства сохранилось напряжение. Я сказал, что схема вероятно дублирована на конденсаторах, и что, хотя это очень старый способ, применявшийся ранее в переносных радиотелефонах, она сможет у нас в библиотеке найти по этому вопросу много книг. Не найду, вызывающе ответила она, роясь в своем чемодане. Ничего я у вас не найду, потому что вы понятия не имеете, о чем идет речь. Вот, полюбуйтесь, вы генеральный конструктор. На мой стол плюхнулись две картонные коробки с деревянными клавишами. Видите, они же живые. Она открыла одну из коробок, и моему взору представилась желтоватая студенистая масса, вся утыканная проводами. Рыжий бесенок продолжал выбрасывать из чемодана какие-то пробирки, школьный микроскоп, кучу радиодеталей и колочки бумаги, исписанные формулами. Живые, живые, живые. Все они потомство одной машины. Потомство. Понимаете, что такое потомство? Они могут решать все задачи, на которые была запрограммирована их машина до того, как произвела их на свет. Ну что, съели? Как теперь? Будете меня снова посылать в школу или дадите лабораторию? В дверь просунулось встревоженное лицо секретарши, но я жестом дал ей понять, что пока вызывать помощь рановато. Честное слово, меня все это начинало интересовать. Я до сих пор не понимаю, как моего цербера не хватил удар, когда поздно вечером мы с Сашей прошли через приемную. К тому времени у нас уже был заключен дружественный союз. На прощание она небрежно поправила на мне галстук и милостливо разрешила называть себя просто Сашкой, а я обещал ей выделить лабораторный стол и даже подергал ее за косички. Право, ни один мужчина в возрасте от пяти до восьмидесяти лет не смог бы преодолеть такое искушение. Условия нашего договора были точны и суровы. Если в течение года ей удастся соорудить какую-нибудь каракатицу, способную решить задачу о пропорциональном сближении ракет в космосе, я обязуюсь оборудовать ей лабораторию и предоставить все условия для дальнейшей работы. Если нет, то она возвращается в школу и клянется не показываться мне на глаза до окончания института. На первое время я прикрепил к ней опытного программиста. «Да», сказал космонавт, «задача на пропорциональное сближение. Все-таки царь Ирод более гуманно относился к детям». «Ему приходилось иметь дело с мальчиками», ответил конструктор, «а они всегда заслуживают снисхождения. Я не мог поступить иначе, затевая опасный эксперимент с человеческой душой. Нужно было дать ей отведать всю горечь того, что восторженные профаны называют радостью научного поиска. В результате она либо убедилась бы сама в абсурдности этой идеи и нашла бы более разумное применение своего пыла в менее экзотической области, либо... Впрочем, другого исхода я не ждал. Слишком фантастичным было все это предприятие. «Вы так и не сказали, в чем оно заключалось», заметил космонавт. «Вообще это была занятная мысль. Вы помните биологические батареи, которые мы когда-то устанавливали на искусственных спутниках? Два сосуда, заполненные жидкостью, разделенные пористой диафрагмой. В каждой половине колонии бактерий. Одни, размножаясь, поддерживают повышенную концентрацию отрицательных ионов, другие положительных. Так вот, вся ее машина состояла из микроскопических ячеек с бактериями, соединенных коммутатором. Кроме того, там были простенькое управляющее устройство и программа, записанная на перфокарте. Если при работе машины потенциалы в ячейках совпадали по знаку с импульсами, подаваемыми управляющим устройством, то бактерии размножались. Если нет, погибали. В каждой ячейке у нее были помещены колонии различных бактерий». «Понимаю», сказал улыбнувшись космонавт, «естественный отбор на соответствие программе. Мне кажется, знаете ли, что это не такая уж глупая идея». «Я и не говорил, что она глупая, иначе бы я не стал со всем этим связываться. Однако вы знаете, какие колоссальные трудности стоят между остроумной догадкой и получением практически ценных результатов». «Но вы могли просто...» «Конечно! Я мог поручить одной из лабораторий выяснить, стоит ли с этим возиться. Но меня интересовало не столько само изобретение, сколько его автор. Родителей у нее не было. Воспитывалась она у сестры, с которой я быстро договорился, пообещав, что в течение этого года буду сам заботиться о необходимом пополнении знаний ее питомицы. На следующий день я велел поставить для нее стол в маленькой комнатке под лестницей и спустя несколько часов был вынужден принять меры по восстановлению порядка в институте. Пожалуй, не было ни одного сотрудника, которого бы как муху на мед не влекла загадочная надпись на двери чулана «Лаборатория кровного машиноведения». Честное слово, это звучало очень здорово, и у меня просто не хватило духа лишить свое новое приобретение возможности поиграть в научного работника, хотя уже спустя несколько дней я убедился, что профессия укротительницы подошла бы ей гораздо больше. Первой была приведена в повиновение моя секретарша. Просто удивительно, как быстро она стала ручной. Сказать по правде, у меня вскоре создалось впечатление, что всех в институте интересовало таинственное существо в новой лаборатории гораздо больше, чем основная работа. Однако прошел год, и ни о какой задаче на пропорциональное сближение еще нельзя было и мечтать. К тому времени мы уже оба забыли о нашем договоре. Больше того, как-то получилось само собой, что Сашка пользовалась правом беспрепятственного входа в мой кабинет в любое время. Иногда она появлялась, горя нетерпением посвятить меня в какое-либо сенсационное открытие, а иногда просто, чтобы поплакать на диване, когда все оказывалось не таким уж ослепительным. Боюсь, что в это время мы с ней менялись ролями. Она, обливаясь слезами, требовала немедленно отпустить ее обратно в школу, а я уговаривал закончить очередную серию опытов. Кончалось это обычно тем, что она срывалась с места и мчалась в лабораторию, оседлав новую сногсшибательную историю. И большие трудности возникали с проблемой размножения машин. Если в материнской особи удавалось без особого труда выработать то, что мы называем безусловным рефлексом на программу, то в потомстве происходило черт-те что. Обычно не более чем один опыт из тысячи давал более или менее точное воспроизведение расположения бактерий в ячейках. Наконец нам с ней удалось изобрести нехитрое устройство, позволяющее печь машины как блины. Это было нечто вроде гектографа. Лист пластика, смазанный желатином, накладывался на поверхность машинной матки и прокатывался роликом, а когда мы начали вводить в желатин токопроводящие вещества и избавились от путанной проводки, проблему можно было считать решенной. Бактерии на печатных схемах, усмехнулся космонавт, что-то вроде того. Все же не думайте, что все было так просто. В таких делах чем больше решенных вопросов, тем больше возникает новых. Прошло уже три года. Лаборатория кровного машиноведения давно перебралась из чулана в новое помещение, оборудованное по последнему слову техники. Популярность Сашки росла с каждым днем. Добровольных помощников у нее было хоть пруд пруди, но я все же испытывал какую-то тревогу. Уж слишком она разбрасывалась. Вы же знаете, как важно для исследователя уметь вовремя обуздать свою фантазию и сосредоточиться на одном варианте, пока его возможности не исчерпаны до конца. К сожалению, подходил срок сдачи в производство нового проекта корабля, и я уже не мог уделять Сашке столько времени, как раньше. Пришлось ограничиться категорическим распоряжением работать только над машиной, заказанной нам управлением по космонавтике и ничем другим не заниматься. В течение последующих двух лет я только изредка наведывался к ней в лабораторию. Дела там шли неплохо, первый вариант машины был сдан координационному центру, и теперь в схему нужно было внести кое-какие изменения по замечаниям заказчика. В это время шла подготовка к экспедиции метеора, и новая машина должна была обрабатывать информацию, поступающую с корабля. В случае успеха предполагалось использовать потомков этой машины в качестве бортовой аппаратуры на всех кораблях такого класса. Вы были уже в полете, когда однажды ночью мне позвонили из координационного центра и сообщили, что машина отдала приказ метеору вернуться на землю. Через десять минут я вытащил Сашку закоса из кровати, и мы помчались в центр. Там царила полная растерянность. Хотя все дублирующие устройства сообщали, что полет протекает нормально, наша машина продолжала повторять команды на срочное возвращение. Вдобавок, как всегда бывает в таких случаях, неожиданно прервалась радиосвязь, и нам никак не удавалось выяснить, что же у вас там произошло. К тому времени, когда нам снова удалось поймать ваши сигналы, предпринимать что-либо было уже поздно. Слишком много горючего было израсходовано на торможение. Я приказал выключить машину, и мы отправились спать. Вот, пожалуй, и все, что я мог вам рассказать. Значит, это был просто результат недоработки конструкции, спросил космонавт. Нет, конструкция была отработана хорошо. В чем же тогда причина? Причину я узнал на следующее утро, когда устроил Сашке допрос с пристрастием. Дело в том, что, ну, в общем, она, как всегда, увлеклась. Работала в нескольких направлениях, занималась выведением гибридов с различными программами. Последний вариант был просто ублюдком от скрещивания машины для управления космическими полетами с машиной для экономических расчетов. В нем все время боролись два начала. Расточительность исследователя космоса и скаридность экономиста. В результате, видно, машина просто решила, что с точки зрения окупаемости затрат выгоднее всего прекратить полет. Космонавт тихонько свистнул. — Бедная Сашка! Представляю, что вы с ней сделали. — Что я с ней сделал? Затрещал звонок видеофона. — Простите, сказал конструктор и подошел к аппарату. На экране появилось изображение красивой рыжеволосой женщины. — Значит, так можно верить вашим обещаниям? — спросила она, прищуря один глаз. Конструктор как-то странно втянул голову в плечи. — Что вы имеете в виду, Александра Яковлевна? — спросил он. — Сейчас эти болваны распределяют места в кормовом отсеке кометы, и я вас предупреждаю, что если все наши приборы не будут размещены, я вам такое устрою. — Хорошо, ему было явно не по себе, передайте, что я выезжаю. Экран погас. — Это директор Института космической биологии, сконфуженно сказал конструктор. — Очень энергичная дама. — Так о чем мы? — Ах, да, увы, добавил он, помолчав, я уже больше с ней ничего не мог сделать. Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин. Курсант Плошкин Капитан Чигин взглянул на старинный морской хронометр, висевший на стене рядом с электронными часами. Кажется, пора. Он подошел к двери и повернул на два оборота ключ. Так спокойней. Затем из левого ящика стола были извлечены спиртовка, два маленьких серебряных чайника и две коробочки, украшенные изображениями драконов. Конечно, открытый огонь на космолете — нарушение правил, но чай — это чай, и ни один истинный ценитель не будет пользоваться для его приготовления какими-то дурацкими плитками на медленных нейтронах. Что ж, капитан Чигин может позволить себе эту вольность. Пятьдесят лет службы в космосе тоже дают какие-то права. Космический устав — прекрасная вещь. На космолете должна быть железная дисциплина, иначе это будет не корабль, а кабак. Но нельзя же подходить с одной меркой к желторотому курсанту и старому космическому волку Чигину. Сначала прослужите столько, сколько капитан Чигин, а потом и права вам дадут особые. Вот такс. Чай тоже нужно уметь готовить. Это вам не какая-нибудь бурда, которую подчуют на космодромах, а напиток высшего класса — эликсир бодрости. Сначала нужно ополоснуть чайник водой и поставить его на огонь. Когда из носика пойдет легкий порог, засыпать первую порцию чая и поставить чайник на батарею. Пусть постоит минут десять. Тем временем вскипит вода во втором чайнике. Только не забудьте положить в холодную воду немного зеленого листа. Что, никогда не слышали? Ну, это от того, что вы, батенька, не знаете, что такое настоящий чай. Именно зеленый лист, от него все качества. Попробуйте и ничего другого пить не захотите. Теперь вылейте зеленый навар в первый чайник и снова на огонь. Только сейчас уж следите, чтобы не закипел, а то все пропало. Отлично! Можно снимать и покрыть колпаком. Минут пять и чай готов. Пить его нужно из маленькой фарфоровой чашки. Сахар? Ну, кто же пьет настоящий чай с сахаром? В крайнем случае чуть-чуть соли. Капитан вдохнул волшебный аромат, отпил маленький глоток и медленно проглотил, блаженно зажмурясь. Оставив чашку, он достал из стола кожаную папку, послюнил, похожий на сосиску, палец и бережно перелистал сшитые вместе пожелтевшие от времени страницы. Ага, вот. Я, капитан парохода Жулан, вследствие скудного питания и неполного штата кочегаров, вынужден прекратить рейс, распустить команду и передать пароход местным властям. В настоящее время нахожусь в городе Коломбо, что на острове Цейлон, и с первым пароходом нашей компании вернусь в пределы Российской империи, «Что явствует из изложенного?» Капитан слегка откинулся назад в кресле, чтобы полюбоваться ровными строчками рондо. «Что явствует из изложенного?» со смаком повторил он, поднося чашку ко рту. «Стиль-то какой! Явствует из изложенного!» Рука капитана потянулась к чайнику, но в этот момент кто-то осторожно постучал в дверь. Капитан поморщился, сунул спиртовку обратно в ящик, подошел к двери и повернул ключ. «Можно к вам, мастер?» В дверях стоял старший помощник. Чигин довольно ухмыльнулся. Обращение мастер, как и звание капитан, было заимствовано им из старинных книг и отлично прижилось. Попробуйте, найдите хоть еще одного космонавта, к которому обращаются подобным образом. Капитан это для посторонних. Ближайшим помощником разрешается маленькая фамильярность. «Мастер!» Право неплохо звучит. «Входите, чиф! Может быть, чашечку чаю?» Старпом вздохнул. Он терпеть не мог любимый напиток капитана, но отказаться значило смертельно обидеть старика. «Спасибо, с удовольствием». Чигин достал из шкафчика вторую чашку. «Какие новости?» «Радиограмма с подкидыша. Идет к нам с курсантами. Двенадцать человек». «Какой курс?» «Все первокурсники. Двенадцать козерогов». «Примите к правому борту». «Есть». «Что еще?» «На подкидыши доктор. Радирует, что все в порядке, медикаменты получены». «Так...» капитан задумался. «Опять первый курс». «Щенки». «На перегрузках будут лежать трупами. Потом в невесомости заблюют весь корабль». «Пробный рейс». «Так называемое окосмичивание кадров». Капитан терпеть не мог этого выражения. «Окосмичивание». «Чушь это, а не окосмичивание». «Подумаешь, старт с постоянной орбиты и удлиненный эллипс вокруг Марса и возвращение на орбиту». «Дать бы им настоящий взлет и еще посадочку на Венере вот тогда бы узнали, что такое окосмичивание». «Половина бы подала заявление об отчислении из училища». «Но что поделаешь, если планета лед Альдебаран уже давно переведен в класс 4Е без права посадки на планеты. Еще года два его будут использовать в качестве учебной базы, а затем...» «Спасибо, мастер, чай у вас действительно великолепный». «Подождите». Старший помощник снова сел. «Вот что», — капитан расстегнул воротник кителя, «вы уж займитесь сами с курсантами. Главное, чтобы они сразу включились в работу. Ничто так не разлагает молодежь, как безделье. Никаких поблажек на всякие там недомогания и прочее. Железная дисциплина и работа излечивают все хворобы». «Будем разбивать на вахты? Обязательно. По четыре человека. Из каждой вахты двоих боцману. Пусть с ними не миндальничает. А остальных в штурманской рубке и в машине. По очереди каждые сутки. Во вторую половину рейса произведете перемену без выходных». «Чепуха все это», — сказал старший помощник. «Все равно курорт». «Вот вы и позаботьтесь, чтобы не было курорта. Погоняйте как следует». «Автоматика. Тут особенно не погоняешь. Времена не те». «Не те», — согласился капитан. «Вот спросите у этих козерогов, чего их понесло в училище, и они вам непременно наплетут про романтику космоса». «А какая теперь романтика? Вот раньше, в наше время», — кивнул старший помощник. Капитан хлопнул рукой по столу. «Да я не о том. Вот, скажем, мой прадед, он был капитаном парохода». «Чего?» «Парохода». «Плавал по морям». «Зачем?» — лицо помощника выражало полное недоумение. «Ну, перевозили разные грузы». «Странно, кому могло прийти в голову таскать грузы морем среди всех этих нефтяных вышек?» Капитан пожал плечами. «Вероятно, их тогда было меньше. Все равно анахронизм». «Романтика», — задумчиво сказал капитан. «Тогда люди были другие». «Вот послушайте». Он открыл папку. «Названный Сергей Малков, списанный мною, капитаном парохода «Жулан» в Кардивской морской госпиталь. Направляется в пределы Российской империи, удовлетворенной денежным довольствием по день прибытия, что подтверждается подлинной подписью моей руки и приложением большой гербовой печати российского генерального консульства в городе Лондоне». «Да», — сказал помощник, «это мой прадед, капитан парохода «Жулан», — самодовольно сказал Чигин. «Папка и хронометр наши семейные реликвии». «Плавал по морю», — хмыкнул помощник, «что не говорите анахронизм». Капитан нахмурился. «Ничего вы не смыслите, Чиф, это вам не космолетом командовать, тут кое-что еще требовалось, отвага, мастерство, опарусный флот, какие люди там были, травить правый бомбрам брас, как это вам нравится». «А что это значит?» «Ну, команда такая», — неуверенно сказал капитан. «Не понимаю, я этого развел руками помощник, не понимаю, и все тут, что за бомбрам, я теперь тоже многого не понимаю». «Раньше вот так все знал», — выставил капитан растопыренную пятерню, а теперь извините, не понимаю. В позапрошлом году направили на двухмесячные курсы изучать эти новые звездолеты. Лекции читал такой лопоухий, послушал я первую и спрашиваю, а почему он у вас все-таки летит? «Вот вот же, говорит, формула». «А я и говорю, на формулах, молодой человек, летать не привык. На всем, говорю, летал, и на летах, и на аннигиляционных, а вот на формулах не приходилось». «Так он не летит», — ухмыльнулся помощник, «это пространство свертывается». Красная шея капитана приобрела малиновый оттенок, признак, предвещавший начало шторма. «Глупости», сказал он, вставая с кресла, «пространство это миф, пустота, и сложить его невозможно. Это все равно, что сожрать дырку от бублика, бублик оставить. Нет уж, вы мне подавайте такой корабль, чтобы и старт, и посадки, все было, а от формулу увольте. Благодарю покорно». «Разрешите идти?» благоразумно спросил помощник. «Идите, а я отдохну немного. Капитан сполоснул под краном оба чайника, убрал коробочки с чаем и, взглянув на хронометр, откинул полок койки». Баркентина под всеми парусами шла бакштаг, ловко лавируя среди нефтяных вышек. Соленые брызги обдавали загорелое лицо капитана Чигина, наблюдавшего в подзорную трубу приближающийся берег. Ветер крепчал. «Убрать фокмарсель и грот стаксель», скомандовал капитан. «Есть убрать фокмарсель и грот стаксель», проворные курсанты рассыпались пареем. «Прямо к носу коралловый риф!» крикнул вперед смотрящий. Капитан взглянул вперед. Белые валы прибоя яростно бились о предательский риф, до которого оставалось не более двух кабельтовых. Решение нужно было принимать немедленно. «Свистать всех наверх!» «Есть свистать всех наверх!» козырнул боцман. «Рубить ванты, рубить топинанты, мачты за борт!» Подвахтенные стопорами кинулись к такелажу. «Капитан, тонем!» крикнул молодой курсант, указывая на приближающийся вал, покрытый белой пеной. «Черт, побери, поздно!» Капитан окинул последним взглядом Баркентину. «Отличный суд! Но разве может оно противостоять мощи прибоя?» «Прощайте, братцы! Благодарю за отличную службу!» Удар, треск ломающейся обшивки, крики тонущих курсантов, рев прибоя, огромный вал захлестывает с головой, переворачивает, слепит, душит. Больше нет сил! Капитан опускается на дно. Но что это? Звуки фанфар, грохот барабанов, дикие крики. К нему плывет толпа голых зеленых людей. «Ага, попался индюк!» орет плывущий впереди старик с длинной зеленой бородой. «Откуда они знают мое прозвище?» думает Чигин. «Попался, попался!» орут зеленомордые. Напиши формулу свернутого пространства и станешь у нас вождем. Не напишешь смерть! Смерть, индюку!» «Фу, дьявол!» Капитан поднял голову с подушки. «Ведь приснится же такое!» Он перевернулся на спину, пытаясь понять, откуда идет этот шум. Внезапная догадка заставила его вскочить с койки. «Курсантский кубрик!» «Ну ладно, голубчики, сейчас получите космическое крещение!» Капитан спустился в курсантский отсек и застыл в дверях. «Великий тикоту! Что там творилось?» Пиршество было в самом разгаре. Весь запас продовольствия, выданный сердобольными мамашами бедным деткам на долгий космический рейс, уничтожался ими с непостижимой скоростью. Завтра эти детки будут лежать на койках, держась за животики, и ни один не выйдет на вахту, а сейчас горящие, возбужденные лица, рты, перемазанные варенья, марущие под аккомпанемент электронной гармошки разухабистую песню, ту самую идиотскую песню о бравых парнях в космосе, которую так ненавидел капитан Чигин. Капитанские ноздри подозрительно втянули воздух. Нет, до этого еще, кажется, не дошло, но все же. Так закончим этот рейс мы, и в заоблачном порту нас погладит по головке всемогущий тикоту, и в награду за страданье даст нам сыр и колбасу. Сказку нам расскажет няня с третьим глазом на носу. Самозабвенно вопил леснущатый юнец, свесив ноги с койки. гнев капитана медленно зрел, как плод под лучами осеннего солнца. Сладок запах женской кожи, а под кожей труха нас они целуют. Что же, пусть целуют, ха-ха-ха. Это уже было больше, чем мог выдержать даже командир учебного космолета. Отставить! Шум мгновенно стих. Братцы, индюк, произнес чей-то голос сверху. Капитан сжал кулаки. Опять это прозвище, будь оно проклято! Откуда они только узнают? Старшина, ко мне! Вперед выступил тощий парнишка. Ты старшина? Я. Так вот, что, голубчик, с обманчивой мягкостью сказал капитан. Во-первых, когда в кубрик входят капитан, ты обязан подать команду смирно. Понял? Понял. А ну подай! Смирно! пискнул парнишка. Капитан поморщился. Не так, громче! Смирно! Не так! Смирно! Чигин оглядел вытянувшихся в струну курсантов. Вольно! Вольно! Неожиданным басом крикнул старшина. Кто-то прыснул от смеха. Это во-первых, повторил капитан. Во-вторых, на койках в кубриках не сидеть. Для этого есть банки. Что есть? Переспросил голос сверху. Банки! А что это такое? Так называются на корабле скамейки. И в-третьих, все продукты сдать в камбуз. Тут нянек нет. Клистиры вам ставить некому. Капитан мог поклясться, что ясно слышал, как кто-то у него за спиной произнес слово дубина. Он резко повернулся, но в дверях никого не было. Очевидно, он просто ослышался. Гармошку сдадите старпому. Тихий ропот пронесся по кубрику. Простите, капитан, робко сказал старшина. Нельзя ли? Нельзя оборвал его Чигин. Не положено. Вернетесь на землю, получите свою гармошку, а здесь вы будете работать. Понятно? Понятно, произнес чей-то голос. Все понятно. Вот и отлично. Запомните, что безделье на корабле я не потерплю. Капитан оглядел хмурые мальчишеские лица и повернулся к двери. Смирно крикнул старшина. Вольно. Вот так всегда. Немного твердости с самого начала, и эти козероги становятся шелковыми. Нет, что не говори, а командование учебным кораблем не зря доверили старине Чигину. Тут прежде всего нужна опытная рука. Это вам не формулы писать, сударь мой. Взявшись за поручни, капитан поглядел через плечо. Курсанты складывали продукты в большой чемодан. В тот самый момент, когда правая нога владыки Альдебарана твердо встала на первую ступеньку трапа, на его голову обрушился сокрушительный удар. Спрыгнувшая сверху фигура попыталась было прошмыгнуть между ногами капитана, но тут же была схвачена за шиворот. «Кто таков?» «Фамилия», рявкнул Чигин. «Курсант Плошкин». Серые глаза с черными загнутыми ресницами насмешливо глядели на капитана. Честное слово, этот голос Чигин уже где-то слышал. «Ага, братцы Индюк! Так вот оно что!» «Плошкин, говоришь? Плошкин!» «О, благословенные времена парусного флота! Десять леньков были бы здесь как нельзя более кстати! Нет, десять леньков и сутки в канатном ящике! Вот это то, что нужно!» «Значит Плошкин!» Мощная длань капитана подняла за воротник тщедушные тельцы. «Плошкин!» «Так вот что, Плошкин! Найдешь боцмана и скажешь, что капитан дал тебе пять нарядов вне очереди!» «Только и всего!» «Это для начала!» «Наставительно сказал капитан, опуская его на пол!» «Только для начала!» «А вообще тебе, Плошкин, много-много нарядов предстоит получить, но впоследствии!» «А сейчас иди действуй!» Получив на прощание отеческий подзатыльник, Плошкин юркнул в кубрик. «Фу! Ну и денек!» Капитан вытер клетчатым платком потную шею и направился вниз в машинный отсек. Трое механиков колдовали около генератора гравитационного поля. По выражению их лиц Чигин понял, что и здесь ничего хорошего ждать не приходится. Пожевывая губами, он молча наблюдал, как они прозванивают изоляцию. «Прохудились обмотки», сказал Стармех, заметив капитана. «Придет сменять в невесомости». «Четыре часа», сказал Чигин. «Четыре часа невесомости по программе. Успеете сменить?» «Не успеем», сказал Стармех. Капитан было уже открыл рот, чтобы напомнить, что за двадцать суток вынужденного безделья на постоянной орбите все уже можно было сделать, но передумал, махнул рукой и направился к лифту. Он хорошо знал бесцельность всяких споров с механиками. У них всегда найдется какое-нибудь оправдание. «Подъемник не работает», сказал Старший. «Почему?» Тот пожал плечами. «Вы же знаете, что по второму вспомогательному реактору кончился срок инспекторского осмотра?» «А почему вы не пригласили инспектора?» «Приглашал, да он сказал, что ради такого старья не стоит тратить времени. Вас, давно уже на прикол пора ставить». «На прикол?» возмущенно фыркнул капитан. «Не этому мальчишке решать, кого на прикол ставить. Вот вернемся из рейса, пойду в главную инспекцию. У нас через месяц кончаются документы по двигателям», добавил старший. «Тут уж без капитального ремонта никак не обойтись. В прошлом году...» «Ладно, не хуже вас знаю, что нужно». Он уже был наверху, когда услышал соболезнующий голос старшего механика. «Совсем расстроился наш индюк». «Тоже давно на прикол пора», заметил второй. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Увы, доблестный потомок капитана парохода Жулан в официальных документах назывался заведующим самоходной учебной космической базой, весь штат который, помимо него самого, состоял из одного помощника, врача, трех мотористов, самовольно возведенных в ранг механиков, и одного подсобного рабочего, попеременно именуемого то боцманом, то коком, в зависимости от того, убирал ли он в тот момент помещение или вскрывал консервные банки для кают компании. На этого двуликого Януса и обрушилась вся мощь капитанского гнева. «Кабак», заорал он, топнув ногой, «форменный кабак, поручни нечищены с прошлого рейса, в курсантском кубрике свинарник, немедленно взять наряд курсантов, и чтобы через два часа все сверкало, как на поставил на пол мешок с блинной мукой и немедленно превратился в бравого боцмана. Есть взять наряд курсантов? Нет, что ни говори, а дисциплинку капитан Чигин поддерживать умеял. Вот так, добавил он уже спокойным тоном, берите их, голубчик, в работу, чтобы ни одного дня безделия. Кстати, там есть такой курсант Плошкин. Сегодня я ему вкатил пять нарядов. Как раз хватит на поручни. Водитель подкидыша спрашивает, нет ли поручения на землю, сказал старпом. Он собирается отчаливать. Пусть отправляется. Впрочем, капитан почесал затылок, задержите его еще на час. Зачем? Так, неопределенно буркнул Чигин, может понадобиться. А сейчас попросите зайти ко мне доктора. Через несколько минут в каюту капитана вошел врач. В руке у него была пачка перфокарт. Вы меня вызывали? Да, голубчик, как у вас дела? Все в порядке, медикаменты получены, санитарные карты проверены. Чигин бросил неодобрительный взгляд на перфокарты. Он мало доверял всей этой машинной диагностике. Вот что я вас попрошу. Осмотрите-ка вы их сами, чтобы не было, как в прошлый раз. У одного болит животик, у другого коклюш, третьему прыщик под мышкой мешает работать. Мне тут пассажиры не нужны. Осмотрите и при малейшем подозрении обратно на землю. Да, но вот именно осмотрите, веско сказал Чигин. Такое распоряжение. Хорошо. Врач пожал плечами и вышел. Капитан Крехтяры шнуровал ботинки. Да, черт побери, в конце концов вы можете сколько угодно тренировать свое тело, закалять волю, но все равно кто-то невидимый внутри вас с мерзкой дотошностью ведет счет каждому прожитому дню и к семидесяти годам нет-нет, да напомнит сколько лет, часов и минут числятся на вашем балансе. Вот так обстоят дела, сударь мои, и нечего нам обижаться на старика, если он для пользы дела и смажет иногда легонько по затылку какого-нибудь сопливого лентяя или разнесет нерадивого боцмана. Порядок должен быть на корабле, беспорядка это не корабль, а детский сад. Вот что такое корабль без дисциплины, если вы хотите знать. Ведь раньше на парусном флоте Чигин протянул руку и перенесся в таинственный мир портовых таверн, кладов, морских штормов и абордажных боев с пиратами, неотразимый чарующий мир, по которому так тосковала уставшая от серых космических будней душа капитана. Тем временем водитель подкидыша, прождав условленный час и распив со старпомом традиционный графинчик разбавленного спирта, отправился в обратный путь, пожелав представителю командования Альдебарана счастливого рейса. Было три часа сорок пять минут земного времени, когда старпом возвратил капитана Чигина из царства фантастики и приключений к печальной действительности. Пятнадцать минут до отлета мастер. Капитан вздохнул, захлопнул книгу и направился в рубку. «Свистать всех наверх», мысленно произнес он, нажимая на кнопку аврального сигнала. Через несколько минут на пульте вспыхнула зеленая лампа. Машинный отсек сообщал о готовности двигателей к запуску. «По местам стоять, с якори сниматься, чигин ввел данные для полета в счетную машину и, подождав сигнала киберштурмана о решении задачи, взял микрофон. «Космос-3! Космос-3! Я Альдебаран, прошу выйти на связь, как меня слышите? Прием!» Тишина. Только треск разрядов в динамике. На экране видеофона никого нет. «Космос-3! Космос-3! Я Альдебаран, прием!» Опять безрезультатно. «Космос-3! Космос-3!» Чигин постучал кулаком по черному ящику. «Космос-3!» «Фу, дьявол! Сколько раз просил дать сюда радиста! Разве с этой рухлядью? Космос-3!» Космос-3!» От раскатов капитанского голоса замигали лампочки на пульте. «Космос-3! Я Альдебаран! Какого черта вы не отвечаете? Космос-3!» На экране внезапно появилась ухмыляющаяся рожа диспетчера. «Простите, капитан, но тут радист с транссолярного выдал такой анекдот! Какой-то тип...» Изображение исчезло, и голубая поверхность экрана заструилась черными молниями. Где-то поблизости один из новых звездолетов свертывал пространство. «Космос-3!» Капитан безнадежно махнул рукой. «Нужно было ждать, пока это чертово пространство не начнет пропускать радиосигналы». «Правда здорово!» Изображение диспетчера снова скалило зубы на экране. «Да...» неуверенно сказал Чигин. «Что у вас, капитан?» «Прошу отход». «Документы в порядке?» «В порядке». «Валяйте. Только, пожалуйста, не газуйте на старте. Вы мне в прошлый раз всю обшивку загадили». «Три же!» сказал Чигин. «По учебной программе перегрузка три же!» «Они же еще совсем желторотые эти козероги!» «Первый курс!» «Вот отваливайте отсюда потихоньку на полмиллиона километров и давайте там вашим козерогам хоть по десять же!» «А мне обшивку чистить некому. Практикантов нет». «Ладно», сказал Чигин. «Ничего вашей обшивки не будет. У меня уже задача в киберштурмане. Пока! Счастливого эфира!» «Отдать кормовой, отдать носовой шпринт, отдать малый вперед!» Капитан нажал стартовую кнопку и поглядел на часы. Больше в рубке было нечего делать до самого возвращения. Теперь нужно пойти и лечь, пока Альдебаран набирает скорость. Грузное тело капитана было весьма чувствительно к перегрузкам. Факт, который он тщательно скрывал от членов экипажа. «Индюк у себя?» спросил доктор. Старпом приложил палец к рту. «У себя, но лучше не входите. Начнет пичкать своим пойлом». Доктор поморщился. Одна мысль о капитанском чае вызывала непроизвольные сокращения пищевода. И все же... Нет, пожалуй, откладывать нельзя. Он нерешительно взялся за ручку двери. «Что-нибудь случилось?» спросил Старпом. «Да вот старику взбрело в голову устроить поголовный медосмотр. Дернуло меня нелегкое выполнить эту блажь». Лицо помощника приняло озабоченное выражение. «Инфекция? Хуже?» махнув рукой, доктор открыл дверь каюты. «Разрешите, мастер?» «Заходите. Может быть, чашечку чаю?» «Спасибо, я по делу». Капитан нахмурился. «Отказаться от чая, собственноручно приготовленного капитаном Чигиным, это уже знаете ли...» «Слушаю», сухо сказал он. «Дело в том...» доктор замялся. «Дело в том, что курсант Плошкин отказался проходить медосмотр». «Ага, опять Плошкин». Глаза капитана загорелись хищным блеском. «Почему же он отказался?» «Он говорит, что он... что она... девушка». «Кто девушка?» «Курсант Плошкин». Несколько минут капитан молча смотрел на доктора, пытаясь представить себе курсанта Плошкина в шелковом платье с розой в волосах. Такими в его воспоминаниях всегда были девушки. Что-то тут не так. Бритая башка. Глупость и хмыкнул Чигин. «Такого не может быть. В училище девушек не принимают». «Так она же не курсант. Это ее брат, курсант Плошкин. Он перед вылетом заболел и остался на земле». «Как же он здесь?» капитан решительно не мог ничего понять. «Раз остался на земле, значит, не может быть здесь. Что он тут святым духом появился?» он остался на земле, а его сестра Инесса Плошкина под видом курсанта Плошкина здесь, на корабле. «Что?» внезапно капитана осенило эти насмешливые серые глаза с черными загнутыми ресницами. «Курсанта Плошкина в кают компанию!» рявкнул Чигин, хватив, что было силу кулаком по столу. Врачу учебного космолета Альдебаран за проявленную халатность, выразившуюся в несвоевременном выполнении приказания капитана, объявить строгий выговор с предупреждением, что явствует из изложенного капитан Чигин. «Что явствует из изложенного», повторил вслух капитан и взял из пачки новый лист бумаги. «Названная Инесса Плошкина, списанная мною капитаном космолета Альдебаран направляется...» Капитан задумался и сунул в рот карандаш. «Легко сказать, направляется...» Подкидыш сюда не долетит. Сдать на встречный космолет? Чёрта с два тут на учебной трассе кто-нибудь появится. Повернуть назад значит сорвать рейс и стать объектом анекдотов, рассказываемых во всех космопортах. А слышали наш индюк какую штуку выкинул. Нет, что делать с Энессой Плошкиной вовсе не явствовало из изложенного. Оставить на корабле с курсантами невозможно. Пусть целуют ха-ха-ха! Капитан подумал о своей внучке. Меньше всего он хотел бы её видеть в курсантском кубрике. прохвосты все первостатейнейшие прохвосты сладок запах женской кожи. Погодите узнаете ещё у капитана Чигина что чем пахнет. Капитан обхватил голову руками. Вот положенье цепь. Из кают компании в полуотворённую дверь доносились сдержанные рыдания. Чигин чертыхнулся и вскочил с кресла. Собирай вещи! Рыдания стали ещё громче. Собирай вещи! Переселяйся в мою каюту! А вы в широко открытых ещё влажных от слёз серых глазах было столько кротости и покорности судьбе, что капитану стало неловко. Нехорошо нельзя было так на неё орать. Всё-таки девушка. Я буду спать у старпома на диване, буркнул он, глядя себе под ноги. А ты, а вы располагайтесь. Сейчас боцман вам постелит здесь. Инесса плохо переносила невесомость, и капитан Чигин метал громы на головы механиков, безбожно затянувших смену гравитационных катушек. Он сам, не доверяя боцману, прибирал за ней каюту и отпаивал во время приступов тошноты крепким чаем. Даже её просьба не заваривать эти мерзкие зелёные листья, неслыханная дерзость, могущая стоить иному смельчаку жизни, была воспринята им с добродушной усмешкой. «Вы знаете, — сказал он однажды старпому, — очень милая девушка, такая тихая и скромная. Она рассказала мне свою историю. Отец и мать погибли во время автомобильной катастрофы. Круглая сирота живёт с братом. — Скромная, — фыркнул старпом, — скромная, а какую штуку выкинула? Капитан нахмурился. — Ничего вы не понимаете, Чиф. Девочку влечёт романтика, покорение далёких планет и всё такое. Ведь кроме космоса о чём теперь мечтать молодёжи? А она Стивенсона любит. Кого любит? Стивенсона. Тоже курсант? Стивенсон, великий писатель древности, писал морские повести. — Анахронизм, сказал старпом, анахронизм ваши морские повести. Вы лучше скажите, что с этой Плошкиной делать? Невесомость кончилась. Будем на вахту назначать? — На вахту? Капитан поскрёб пятерней затылок. — Нет. Зачем же на вахту? Ведь она пассажирка. Прошло несколько дней, и Инесса полностью освоилась на космолёте. В её распоряжении была вся капитанская библиотека, и на полу каюты валялись прочитанные книги в перемешку с обёртками конфет, поглощаемых ею с не меньшим пылом, чем морские романы. В кают-компании тоже безраздельно царила Инесса. Капитан Чигин собственноручно накладывал ей в тарелку самые аппетитные куски, и первый после окончания трапезы галантно подходил поцеловать тонкие пальчики, произнося при этом неизменную фразу «Поблагодарим нашу милую хозяюшку». Но самым удивительным было то, что доктор, всю жизнь ненавидевший шахматы, часами просиживал с пассажиркой за доской, испытывая необъяснимое удовольствие от каждой проигранной партии. Между тем, в романтической душе капитана бушевал девятибальный шторм. Рейс подходил к концу, и мысль о том, что Альдебаран скоро лишится своей хозяйки, заставляла капитана строить самые фантастические планы. Наконец, он принял решение. «Да, черт побери, почему бы старине Чигину не удочерить эту славную девушку? Все равно родителей у нее нет, она Альдебаране, да зарезу нужен радист. Каких-нибудь два-три месяца, пока она кончит ускоренные курсы, а уж штатной должности радистки капитан Чигин добьется, можете быть, на этот счет совершенно спокойны, судари мои». Все же жизнь очень сложная штука, и человек никогда не знает, какой фортель она неожиданно может выкинуть. На этот раз великая мистификаторша предстала перед капитаном Чигиным в образе врача Альдебарана. Капитан сразу почувствовал неладное, увидев его смущенное лицо. «Скажите, мастер», спросил доктор, теребя край скатерти, «космический устав разрешает капитану космолета производить бракосочетание». На мгновение в воображении Чигина мелькнула заманчивая картина. По левому борту строй курсантов в парадной форме, по правую экипаж. Инесса в подвенечном платье с белой фатой и доктор в строгом черном костюме. А в центре он, правнук капитана парохода Жулан, главное лицо этого великолепного церемониала. Но это было только мгновение. Сотни дьяволов, вооруженных раскаленными вилами, принялись терзать капитанское сердце. Инесса лишиться этой девочки, когда уже все было продумано и решено, отдать свою дочь этому прохвосту? Ну нет. До капитана не раз доходили слухи о земных подвигах Эскулапа. Дудки, как-никак, а капитан Чигин тоже кое-что дозначит. Вы думаете, холодно спросил он, что Инесса? Думаю, что она не будет возражать, скромно потупился доктор. капитан капитан засопел. Дело обстояло хуже, чем он предполагал. Девочки, еще рано замуж, сказал он, рассматривая свой волосатый кулак. Что же касается бракосочетания, то я не вижу никакой возможности. Решительно никакой, повторил он, открывая кожаную папку и тем самым давая понять, что разговор окончен. Такие вещи на учебной трассе случаются очень редко. Заблудившийся в мировом пространстве астероид должен был пересечь траекторию Альдебарана. Сейчас трудно сказать, почему старенькое решающее устройство космолета трижды повторило все расчеты, прежде чем выдать команду кибернетическому штурману. Важно то, что когда эта команда была получена, астероид уже находился в угрожающей близости. Катастрофа была предотвращена включением маневрового двигателя правого борта на полную мощность. Это произошло перед обедом. Дальше все развивалось по вечным и непреложным законам механики. Десять технических единиц массы капитанского тела, влекомые заложенной в них инерцией, преодолели расстояние в пять метров и обрушились на хрупкое тело пассажирки, прижатой к переборке. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что произошло, двигатель был уже выключен, и единственным свидетельством случившегося была распростертая на полу фигурка. «Доктора!» рявкнул капитан, подхватив Инессу на руки. «Доктора!» Еще не успели смолкнуть раскаты капитанского голоса, как в дверях появился врач. «Жива!» сказал он, сжимая пальцами тоненькое запястье с синими прожилками. «Кажется, ничего страшного. Принесите мне из каюты аптечку». Капитан бегом бросился выполнять распоряжение своего подчиненного. «Теперь», сказал доктор, раскрыв ящик с медикаментами, «прошу посторонних выйти». «Посторонних», капитан вздохнул и безропотно закрыл за собой дверь. «Да, капитан Чигин прожил большую и трудную жизнь, но право, эти десять минут ожидания были самыми тяжелыми за все долгие семьдесят лет». «Ну что?» вид доктора не предвещал ничего хорошего. Растегнутый воротник, спутанные волосы, на лбу крупные капли пота. Он сел на стул и устало махнул рукой. «Говорите, что с ней?» «Капитан...» Доктор выпил прямо из горлышка полграфина воды. «Капитан...» «Она не девушка». «Что?» Казалось еще немного, и глаза капитана, покинув предназначенное им природой место, бросится вперед, чтобы испепелить все на своем пути. Ушиб позвоночника, мне пришлось накладывать компресс. Она самый обыкновенный парень, и сукин сын никаких мало. Он мне сам во всем признался. Держал пари с курсантами, что проделает весь рейс в капитанской каюте, ничего не делая. И сестры у него нет, и никакой он не сирота, папаша у него какая-то шишка в управлении. Ну и даря же мы с вами маху, капитан. Всякий, кто видел бы в этот момент капитана Чигина, понял бы, откуда взялось это меткое прозвище «Индюк». За несколько минут щеки капитана попеременно принимали все цвета спектра от красного до фиолетового. И когда он наконец открыл рот, впрочем, не стоит повторять все, что произнес капитан Чигин, когда открыл рот. Ведь времена парусного флота давно прошли. Проект аудиокниги Клуб Илья Варшавский Сборник рассказов Вечные проблемы Читает Александр Дунин Решайся, пилот Марсианка шла, чуть покачивая бедрами, откинув назад маленькую круглую голову. Огромные черные глаза слегка прищурены, матовое лицо цвета слоновой кости, золотистые губы открыты в улыбке. На левом виске зеленый треугольник, знак касты хранителей тайны. Климов вздохнул. Он все еще не мог привыкнуть к загадочной красоте дочерей Марса. Простите, не скажете ли вы мне, где я должна зарегистрировать свой билет? Она говорила певучим голосом на космическом жаргоне, проглатывая окончание слов. Налево пассажирский зал, окно номер три. Спасибо. Марсианка тряхнула серебряными кудрями и, бросив через плечо внимательный взгляд на Климова, пошла к двери. Палантин из бесцветных шкурок небрежно волочился по полу. Дрянь! С неожиданной злобой подумал Климов. Искательница приключений! Навязали себе на шею планетку с угасающей культурой. Страшно подумать, сколько мы туда вбухали. А что толку? Разве что наши девчонки стали красить губы золотой краской. Туристочка! Он отвратительно чувствовал себя. От сердца к горлу поднимался тяжелый горький комок, ломило затылок, болели все суставы. Не хватало только, чтобы я свалился. Он проглядел расписание грузовых рейсов и направился в пассажирский зал. В углу, под светящейся схемой космических трасс, группа молодых парней играла в бой к игру, завезенную космонавтами с Марса. При каждом броске костей они поднимали крик, как на футбольном матче. «Технические эксперты, все туда же», подумал Климов. Он толкнул дверь и зашел в бар. Там еще было мало народу. Чита американцев, судя по экзотическим костюмам со множеством застежек ботинком на толстенной подошве туристы, пила коктейли, до неопределенного вида субъект просматривал журналы. Ружена в белом халате с засученными рукавами колдовала над микшером. «Здравствуй, Витя», сказала она, вытаскивая пробку из бутылки с яркой этикеткой. «Ты сегодня неважно выглядишь. Хочешь коньяку?» Климов зажмурил глаза и проглотил слюну. «Рюмка коньяку. Вот, пожалуй, то, что ему сейчас нужно». «Нельзя», сказал он, садясь на табурет. «Я ведь в резерве. Дай, пожалуйста, кофе, и не очень крепкий». «Ничего нового?» «Не-а». «Что может быть нового?» «В моем положении». Он взял протянутую чашку и поставил перед собой, расплескав половину настойку. Ружена подвинула ему сахар. «Нельзя так, милый, ты же совсем болен. Пора все это бросать. Нельзя обманывать самого себя. Космос выжимает человека до предела. Я знала людей, которые уже к тридцати пяти годам никуда не годились, а ведь тебе, да, от этого никуда не спрячешься». Американец поднял голову и щелкнул языком. В дверях стояла марсианка. «Бутылку муската крымского» бросила она, направляясь к столику у окна. «Ну, я пошел», сказал Климов. «Мне еще нужно в диспетчерскую». «Я сменюсь в двенадцать. Заходи за мной, проводишь домой. Может быть, останешься», добавила она тихо. «Навсегда». «Зайду», сказал Климов. «Если освобожусь». «Если освобожусь», подумал он. «Что за чушь? Отчего тебе освобождаться, пилот второго резерва? Ты сегодня будешь свободен, как и вчера, как и месяц назад, как свободен уже три года. Никто тебя никуда и никогда не пошлет. Тебя терпят здесь только из сострадания, потому что знают, что ты не можешь не приходить сюда каждый день, чтобы поймать свой единственный шанс. Приходишь в надежде на чудо, но чудеса бывают только в сказках. У дверей он столкнулся с толстым низеньким человечком в униформе Международного космодрома. «Как дела, Витя?» «Отлично. Самочувствие великолепное. А мы тут совсем зашились с грузовыми перевозками. Заходи к концу смены, поболтаем». «Зайду», сказал Климов. «Обязательно зайду». «К концу смены». Он еще раз прошел по пассажирскому залу и сел в глубокое низкое кресло под репродуктором. Очередной автобус привез большую группу пассажиров и зал наполнился оживленной толпой. Климов машинально взял со столика проспект туристских рейсов. «Регулярные рейсы на Луну, полная безопасность полетов. В пути пассажиры обслуживаются квалифицированными экскурсоводами и космологами, туристские лайнеры ведут самые опытные пилоты». «Самые опытные пилоты», подумал он. «Каждый из них еще ходил в коротких штанишках, когда я сделал свой первый рейс на Луну, а сейчас самые опытные». «Что ж, видно, действительно, пора кончать эту комедию. Ружена права. Сейчас, пилот, ты пойдешь в диспетчерскую и скажешь, что завтра потом ты зайдешь за Руженой и больше не будет ни этого томительного ожидания чуда, ни вечного одиночества. Зачем ты берег свое одиночество, пилот, для дела, которому служишь? Тебе больше нет места там. Теперь тебе на смену пришли самые опытные, те, кто еще сопливыми щенками носил на школьных курточках памятные жетоны с твоим портретом. Ну, решайся, пилот. Диспетчер, девушка в новенькой с иголочкой форме со значком Космической Академии на груди, смерила его колючим взглядом серых глаз. Почему вы не на месте? Только что отправили в больницу второго пилота с 0.16. Кроме вас никого в резерве нет. За три дня двенадцать внеплановых рейсов. Сможете лететь? Смогу. Бегите скорее в санчасть. Ваше дело уже там. Первый пилот предчерт. Вы его найдете в пилотской. Старт через сорок минут. Счастливого полета. Спасибо. Климов закрыл за собой дверь и прислонился к стене. 0.16 рейсовый на Марс. Бегите скорее в санчасть. Нет, дудки. Пусть бегают самые опытные. У них не бывает сердцебиений. Он стал медленно подниматься по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке. Фамилия? Климов второй пилот с 0.16 раздевайтесь. Непослушными пальцами он расстегнул китель до трусов. Десять оборотов двадцать, тридцать, сто. Все быстрее вращение центрифуги, все медленнее и слабее толчки сердца. Невообразимая тяжесть давит на живот, сжимает легкие. Тупые тяжелые удары по затылку, рот жадно ловит воздух. Сто двадцать. Огненные круги бешено вращаются перед глазами, рвота поднимается из желудка и комом застревает в горле. Сто тридцать. Невыносимая боль в позвоночнике. Сто тридцать пять. О, чудо! Невесомость! Он парит в свободном полете. Черная бездна усеяна звездами, синими, красными, фиолетовыми. Какое блаженство! Если бы только так не сжал загубник кислородного аппарата! Какой болван придумал эти новые скафандры! Спокойно, Климов. Глотайте, глотайте! Врач вынул у него изо рта ложку и взглянул на часы, проверяя пульс. Сколько вам лет? Там написано пятьдесят два. Вы же давно имеете право на пенсию. Какого черта? Я не могу. Глупости? Врач подошел к столу и открыл личное дело. С моей стороны было бы преступление выпустить вас в полет. Ничего не поделаешь, батенька. Возраст есть возраст. Сколько лет вы летаете? Тридцать. Из них три в резерве. Вот видите? Он перелистывал послужной список. Две аварии за последние пять лет, а до этого... Постойте, вы что, и есть тот самый Виктор Климов? Тот самый. Врач тихонько свистнул. Решайся, пилот, это твой последний шанс. Один рейс, очень прошу вас. С кем вы летите? Первый пилот предчерт. Хорошо, помедлив мгновение, врач поставил размашистую подпись на путевке. Я поговорю с ним, чтобы он вас щадил, особенно на перегрузках. Счастливого полета! Спасибо. Минутку, вы помните наш уговор? Последний рейс. Вот таблетки, без особой надобности не принимайте. Так помните? Помню. Простите, вы предчерт. Широкоплечий верзила, расправлявшийся с полукилограммовым бифштексом, поднял рыжеволосую голову. Угу. Виктор Климов назначен к вам вторым пилотом. Предчерт из-под лобья бросил на него взгляд. Уважение пополам с жалостью. Самые опытные всегда смотрели на него таким взглядом. «Очень приятно. Садитесь. Что вы будете есть?» «Спасибо, я никогда не ем перед стартом». «Напрасно. Может быть, кофе?» «Я уже пил». Первый пилот молча жевал. «Начальство», подумал Климов. «Сосунока, начальство». «Вы летали на шестой серии?» Климов замялся. «Вообще не приходилось, но я прошел курсы переподготовки». «Великолепно». В голосе Притчарда было все, что угодно, кроме восторга. «Старт в 23.30», сказал он, отодвигая тарелку. «Сейчас объявят посадку. Я пойду оформлю документы, а вы пока проверьте укладку груза». «Я не должен присутствовать при посадке?» «Нет, там Рита, она справится». Объявили посадку, и пассажиры устремились к выходу на летное поле. Климов зашел в бар. «Я улетаю на 0.16». «Ох, Витька!» радостное выражение на лице Ружены быстро сменилось тревожным. «Да разве ты можешь такой?» «Ерунда. Врач сказал, что я вполне в форме». «Ну, поздравляю». Она перегнулась через стойку и неловко чмокнула его в щеку. «Буду ждать». «Прощай». «Подожди, Витенька». Она торопливо расстегнула халат и оторвала пуговицу от блузки. «На счастье!» Благодарить не полагалось. У служебного выхода он небрежно показал дежурному путевку. «Летите, Климов?» «Лечу. Вторым пилотом на 0.16». «Вторая площадка налево». Климов вышел на поле. Вдали, за железобетонной оградой, высилась стальная громада стартовой башни с устремленной ввысь ракетой. Он поднял голову и посмотрел на маленькую красноватую звездочку в небе. «Тебе здорово повезло, пилот!» Рука нащупала в кармане пуговицу и судорожно сжала ее. У подножия башни высокая тонкая стюардесса усаживала пассажиров в лифт. Климов взглянул наверх и направился к трапу. Он уже был на высоте грузового отсека, когда вновь почувствовал тяжелый горький комок в груди. Прислонившись к перилам, он взглянул вниз и сжал зубы, чтобы побороть головокружение. Только этого не хватало. Неужели боязнь высоты? Он поднял взгляд вверх и вид мерцающих звезд неожиданно принес облегчение. Грузовой отсек был забит до отказа. Путаясь в многочисленных оттяжках креплений, Климов ползком пробрался в кромовую часть. Кажется, все в порядке. Можно идти в кабину. Вот черт! Выбираясь через люк в тамбур, он ударился головой об один из оцинкованных ящиков, укрепленных по стенам. Однако загрузочка выше нормы. После полумрака грузового отсека матовый свет плафонов салона казался нестерпимо ярким. Последние пассажиры усаживались в кресло, стюардесса разносила на маленьком подносе розовые пилюли стартового наркоза. Идя по проходу, он увидел марсианку. Она посмотрела на него внимательным изучающим взглядом и насмешливо улыбнулась. Первый пилот был уже на месте. Климов сел в свое кресло и застегнул ремень. Причард вопросительно на него посмотрел. Все в порядке, но мне кажется, что загрузка превышает допустимую для кораблей этого класса. Причард хмыкнул. Не беспокойтесь, есть разрешение инспекции. В двери появилась голова стюардессы. Все, двадцать шесть пассажиров. Окей. Причард включил микрофон, но вдруг передумал и вновь щелкнул тумблером. Слушайте, Климов, вы ведь опытный астролётчик. Еще в академии я изучал ваши полеты. Вам нечего меня стесняться. Мне говорил врач. Может быть, стартовый наркоз? Чепуха. Я себя отлично чувствую. Как знаете. Он нагнулся к микрофону. Я ноль шестнадцатый, прошу старт. Ноль шестнадцатый, даю старт, раздался голос в динамике. Пять, четыре, три, два, один, старт. Стрелка указателя ускорения медленно тронулась с места и, нерешительно задержавшись на какое-то мгновение, стремительно двинулась дальше. Климов почувствовал на себе взгляд Причарда и улыбнулся слабой, вымученной улыбкой. Затем, выждав немного, вытащил из-за обшлага таблетку и отправил ее в рот налитой свинцовой тяжестью рукой. Первый пилот внимательно глядел на щит приборов. Прием допинга на взлете и посадке был категорически запрещен уставом. Действие таблетки сказалось мгновенно. Теперь вибрация и тяжесть не казались такими мучительными. Причард передвинул маленький рычажок на пульте, стрелка указателя перегрузки пошла вниз. «Я ноль шестнадцатый», сказал он в микрофон, «старт благополучный курс на заправочную станцию». «Я вас слышу, ноль шестнадцатый», отозвался голос, «старт благополучный заправочная готова вас принять». Плавное торможение, две вспышки бортовых дюз, и корабль повис в магнитной ловушке заправочной станции. «Ловко это у него получилось», подумал Климов. Причард отстегнул ремень. «Послушайте, Климов, заправка продлится около трёх часов. На взлёте вы мне абсолютно не нужны. Набор второй космической это не шутка. Отправляйтесь спать. Две таблетки снотворного через двадцать часов меня смените». «Да, но выполняйте распоряжение. При такой автоматике я могу подремать здесь. Ясно?» «Ясно». В синем свете ночных ламп оказались мертвенно-бледными. Они лежали навзнич в откинутых креслах, скованные стартовым наркозом. На переднем сиденье, скорчившись, спала стюардесса. Климов прошёл в крохотную каюту экипажа и, сняв ботинки, лёг на диван. У изголовья, на столике, лежала коробочка со снотворным. «Выполняйте распоряжение». Он вздохнул и одну за другой принял две «Повезло, пилот!» усмехнулся он, закрепляя спальные ремни. Климов проснулся от странного, щемящего чувства тревоги. Несколько минут он лежал на спине с закрытыми глазами, не в силах побороть действие снотворного. Который час? Он отстегнул ремни, рывком сел и взлетел к потолку. Держась за скобы на переборке, осторожно спустился вниз и заглянул на часы, черт знает что, проспал. Прошло тридцать шесть часов с тех пор, как Причард отослал его в каюту. Проспал вахту? Позор! Нечего сказать, хорошо начинается его служба на ноль шестнадцатом. Он нагнулся, натянул ботинки с магнитными подошвами и, волоча ноги, с видом провинившегося мальчишки поплелся в рубку. Чета американцев, расстегнув ремни, дремала на креслах. Юные эксперты снова сражались в бойк, оглашая кабину веселым хохотом. Марсианка, морщась от стука магнитных костей, сосала тюбик с ананасовым кремом. Стюардесса порхала между креслами, убирая остатки завтрака. Климов открыл дверь рубки. Простите, Причард, я знаю, что это свинство, которому нет оправдания. Бросьте, Климов, я рад, что вы хорошо можете дремать здесь, в кресле, а я прилягу. Когда вас сменить? Когда угодно. Я, кажется, выспался на всю жизнь. Хорошо, первый пилот взглянул на часы. Я, пожалуй, тоже приму таблетку. Нет ничего более спокойного, чем вахта в свободном полете. Климов откинулся в кресле и закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному пощелкиванию курсографа. Ну вот, он снова в космосе. Теперь, вероятно, надолго. Пилотов, назначенных из резерва, редко снимают после первого рейса. Во всяком случае, несколько рейсов ему обеспечено. А там два взрыва один за другим рванули корпус корабля. Погас свет. В темноте Климов нащупал кнопку аварийного освещения, и рубка осветилась скупым светом маленькой лампочки, укрепленной над пультом. Во внезапно наступившей тишине стук часового механизма курсографа казался ударами на бата. На плавной кривой курса виднелся крохотный всплеск. От него кривая чуть заметно отклонялась влево. Этого было достаточно, чтобы корабль пролетел мимо цели на расстоянии миллионов километров. Нужно немедленно исправить курс. Две-три вспышки из бортовых дюз и тонкая кривая на бумажной ленте вновь ляжет посередине красной черты, вычисленной со скрупулезной точностью электронными машинами на земле. Он нажал педаль маневрового двигателя левого борта. Тишина. Магнитные подошвы больше не притягивались полом, и он двигался по проходу нелепыми скачками, провожаемые встревоженными взглядами пассажиров. Между дверью, ведущей в тамбур и коммингсом переборки, лежал иней. Климов прижал с ухом к изоляции двери и услышал тонкий свист. Там, за дверью, была чудовищная пустота, именуемая космосом. Он взглянул на шток автоматического клапана, установленного на трубе, подающий воздух из-за регенерационной станции в кабину. Клапан был закрыт. Это могло означать только одно — разрыв трубопровода. — Что-нибудь серьёзное, Кэп? — спросил американец. — Нет, микрометеорит пробил обшивку и повредил проводку. Через два часа всё будет исправлено. Вот только обед, вероятно, немного запоздает. — Ещё бы, ведь все запасы продовольствия находились там, за этой дверью. — Два часа. Он бросил взгляд на анероид. Давление в кабине на пять миллиметров ниже нормального. Через два часа они начнут задыхаться, если только запас кислорода в аварийных баллонах. — Два часа, и всё будет в порядке, — повторил он, направляясь в кабину. — Причард. Первый пилот спал, раскинув руки. Тяжёлое дыхание вырывалось из полу открытого рта. — Причард! Он тёр ему уши, хлопал по щекам, массировал грудную клетку. — Проснитесь, Причард! — Тщетно. Сейчас действие снотворного могла парализовать только инъекция энцикардола. — Рита! — в дверь просунулась бледная, как гипсовая маска, лицо стюардессы. — Аптечка у вас? — Она в тамбуре. — Сейчас принесу. — Не нужно. Я думаю, идите на место. Я буду в рубке. Включите поглотители углекислоты, кислород расходуйте очень экономно, никого не подпускайте к двери, ведущей в тамбур. — Хорошо. — Ну, решайся, пилот. Собственно говоря, решать было нечего. Кислорода в баллонах оставалось примерно на четыре часа. в рубку выбраться наружу через аварийный люк и попытаться проникнуть в термовой отсек, либо двадцать шесть пассажиров. Скафандр в шкафу. Немного великоват, но ничего не поделаешь. Он закинул руку за спину, чтобы защелкнуть карабин шлема, и почувствовал режущую боль в левой половине груди. Не нужно делать резких движений. Теперь укрепить на груди кислородный баллон и пристегнуть к поясу трос, не забыть маневровый пистолет. Проклятие! Ни троса, ни пистолета на месте не оказалось. Очевидно, все снаряжение для вылазок в космос хранилось в кормовом отсеке. Ладно, выбора нет. Он проверил герметичность шлема и начал отвинчивать стопор аварийного люка. Стремительный шквал прижимает тело к полуоткрытому люку. Со взрывом лопнули лампочки плафонов. Черная пластмасса пультов быстро покрывалась толстым слоем иния. Он бросил взгляд на дверь, ведущую в кабину, и распахнул люк. За свою долгую жизнь космонавта Климову не раз приходилось покидать кабину в полете. И всегда при этом он испытывал ни с чем несравнимое ощущение величия космоса. Однако сейчас ему было не до высоких эмоций. Тонкий плотный слой льда осел на петлях, не давая закрыть люк. Упершись ногами в обшивку, он изо всех сил тянул его на себя. Сволочь! Неожиданно крышка поддалась, и, кувыркаясь через голову, Климов начал стремительно удаляться от корабля. Он вытянул руки и ноги. Вращение немного замедлилось, но черный провал бездны между ним и 0,16 неуклонно увеличивался. Люк! Никто не знает, что люк открыт. Даже если Причард проснется до того, как в кабине кончится кислород, стоит только распахнуть дверь. В отчаянии он барахтался в пустоте, сжимался в комок и рывком расправлял беспомощное тело. Если бы был маневровый пистолет, болван! Что толку думать о том, чего нет? Кислород! Он перевел рычажок обогрева баллона в крайнее положение и, выждав подходящий момент, резко открыл вентиль продувания. стоп! Стоп! раз! Стоп! Все ближе громада корабля, все меньше давления кислорода в баллоне. Довольно! Протянутые пальцы почти касаются спасительного лейра. Неужели мимо? Последний раз! Есть! Сейчас он цепкой хваткой держит металлический пруд. Крышка люка совсем рядом. Он накладывает стопор и, сжав от напряжения зубы, затягивает, что есть силы маховик, только бы хватило кислорода. Медленно перебирая руками, Климов движется вдоль корабля. Ага, вот она, зияющая дыра с рваными краями. С трудом он протискивает туловище внутрь. Так и есть. Взорвались эти чертовы ящики в тамбуре. Он нагибается и в свете фонарика различает дыру размером в кулак в трубопроводе, подводящем регенерированный воздух в кабину. Края ее затянуты льдом. Сноб белых снежинок фонтаном вздымается вверх. Слава Богу, регенерационная станция работает. Он подходит к двери, ведущей в машины отсек, и кладет на нее руку. Чуть ощутимая вибрация от работающих компрессоров похожа на биение сердца. Нужно торопиться. И так слишком много драгоценного воздуха выброшено в космос. Сначала пластырь на трубу, затем заняться кабелем, заплату на обшивку, после Витя. Ружена уже сняла халат. Костюм из мягкой серой ткани плотно облегал ее стройную фигуру. Пойдем, милый. Ноль шестнадцатый на Марс уже улетел. Теперь до утра ничего не будет. Мы еще успеем на автобус. Посмотри, на кого ты похож. Пошли. Примешь ванну, выпьешь чаю с малиной. Завтра я выходная, проваляешься весь день в постели. Ну, решайся, пилот. Нет, сказал он, скользнув взглядом по расписанию рейсов. Я буду ночевать в общежитии. Завтра в семь утра нужно быть здесь, к отлету маршрутного на Луну. Ведь я в резерве. Мало ли, что может случиться? Проект аудиокниги Клуб Илья Варшавский Сборник рассказов Вечные проблемы Читает Александр Дунин Лентяй У антропоида было фасеточное панорамное зрение. Рустан Ишимбаев видел сквозь веки прикрытые дисками обратной связи уходящую вдаль галерею и две стены с розовыми пористыми наростами. Высота галереи то увеличивалось, то уменьшалось и нужно было все время регулировать длину ног антропоида, чтобы его руки, вооруженные фрезами, находясь на уровне плеч, срезали примерно полметра породы на своде. Тучи голубой пыли окутывали голову антропоида и рустану казалось, что эта пыль забирается в его рустана легкие, покрывает глазные яблоки, щекочет ноздри. Он втянул носом воздух и неожиданно чихнул. Луч прожектора, укрепленного на голове антропоида, метнулся кверху и пошел вниз. Обезьяна чертова, подумал рустан. Он снял с глаз диски, перевел рычажок пульта на программное управление, включил экран и отвел кверху колпак. Стало легче. Теперь он видел галерею в обычной перспективе. От кабины пульта до антропоида было около пятидесяти метров. Рустан взглянул на часы. До конца вахты оставалось два часа, а норма выполнена меньше, чем на десять процентов. Двадцать пять кубометров породы ради нескольких голубых крупинок. Он откинулся на спинку кресла и повернул верньер увеличения. Два сортировщика проворно откатывали бульдозерами кучи пыли из-под дно антропоида проталкивали ее через проходы и рассыпали ровным слоем по полу. Рустан сфокусировал экран на ящике, расположенной неподалеку от пульта. Один из них до половины был заполнен костями. Побочный продукт добычи биологов. Второй пуст. Сплюнув, Рустан витиевато выругался. Вот так всегда. Другим попадаются участки, где за день можно взять по двести триста граммов, а у него одна пустая порода. Да эти дурацкие кости не то птиц, не то кошек. Он снова перевел экран на антропоида. Клубы пыли больше не скрывали прозрачный шар, наполненный густой мутной жидкостью. Размеренно шагая вперед, антропоид резал фрезами пустоту. Рустан поспешно натянул на голову колпак и повел рычажок на теле управления. Стой! Шар вспыхнул ярким светом и погас. Антропоид остановился. Рустан вздохнул и укрепил на глазах диски. Теперь галерея описывала полукруг, и ему все время приходилось держать поле зрения антропоида точно посередине прохода. Несколько раз он терял направление, и фрезы врезались в толщу стены. Тогда перед глазами Рустана все начинало дрожать. Корпус антропоида вибрировал от перегрузки. Руслану не раз приходилось слышать о Сильфии, но видел он ее впервые. Она выскочила из бокового прохода со скоростью экспресса. Метровое золотистое яйцо на шести волосатых ногах тумбах. Еще мгновение, и перед его глазами мелькнула оскаленная пасть на длинной змееподобной шеи. Рустан метнулся назад в кресло. Непростительная оплошность для водителя антропоидов. Он это сразу понял, почувствовав сокрушительный удар в затылок, переданный по каналу телекинетической связи. Повторив его движение, антропоид стукнулся головой о стену. Вместо четкого изображения перед глазами Рустана двигались размытые серые контуры. Он снял диски и включил экран. Слава Богу, с его глазами ничего не случилось, но антропоид, по-видимому, потерял ориентировку. Он бесцельно вертелся на месте, махая руками. Сильфия исчезла. Сортировщики кружили вокруг ног антропоида. Не получая от него команд, они ничего не могли делать. Рустан перевел ручку телекинетической связи на максимальное усиление. Стой! серая фигура на экране продолжала кружиться. Стой! Тебе говорят! Антропоид остановился, вытянув руки по швам. Сортировщики тоже прекратили свой бег. Выключи фрезы. Экран не давал возможности определить, выполнено ли это распоряжение. Иди сюда! Антропоид повернулся лицом к экрану и, наваливаясь на стены, пошел к кабине. Стоп! Повернись! Так и есть. На затылке большая вмятина. Под придавленной оболочкой в жидкости клубятся искры. Рустан вздохнул и снял трубку телефона. Алло! Ремонтная? Говорит седьмой участок. Пришлите, монтера. Что у вас седьмой? Спросил недовольный женский голос. Барахлит антропоид. Выражайтесь точнее, что с ним? Повреждена голова, нарушена ориентировка, нет обратной связи на видеодисках. Так, надеюсь, все? А вам что, мало? Послушайте, седьмой, я вам не подружка, чтобы шуточки шутить. Как это вас угораздило? Да так, Рустан замялся, кусок породы. Зазевались? Послушай, девочка, голос Ишимбаева прервался от злости, разве тебе мама не говорила, что совать нос в чужие дела неприлично. Твое дело принять заказ, а причины будут выяснять взрослые дяди, те, кто поумнее. Бац, ту-ту-ту. Дура. Он вытер под солба. Что ж теперь делать? Нужно в диспетчерскую. Рустан снова набрал номер. Слушает дежурный диспетчер, говорит Ишимбаев седьмого участка. А, Ишимбаев, как у вас дела? Задание выполните? Не знаю, у меня антропоид вышел из строя. Монтера вызвали? Да нет, звонил в ремонтную, там сидит какая-то грубит, вешает трубку. Подождите у телефона. Рустан услышал щелчок переключателя, положил трубку на пульт и закрыл глаза. А, схлопотал себе работенку болван, подумал он. Из трубки до него донеслись обрывки фраз. Все равно я никому не позволю. Вы не на танцульке, вернетесь на землю, капризничайте, как хотите, а тут график. Пусть не хамит, даю вам два часа срока. Такое повреждение возьмите в главной кладовой. Нельзя в зоне, делайте в мастерской. Да, это приказ. Алло, Ишимбаев? Рустан открыл глаза и взял трубку. Я, Ишимбаев. Ваш антропоид ходит? Ходит. Плохо ходит. Гоните его в ремонтную. У меня нет обратной связи. Ничего, дойдет. У вас карта выработки есть? Есть. Вот, гоните его по главной штольне до круговой галереи, а там его возьмет на себя ремонтная. На какой волне вы работаете? Пси 36. Хорошо, я им сообщу. Пси 36. Сколько кубометров вы сегодня дали? Примерно 25. Диспетчер свистнул. Что же это вы? Рустан покраснел. Да вот, все время барахлил антропоид. Так, а какая добыча? Пошел бы ты, подумал Ишимбаев. Ему совсем не нравился этот разговор. Похоже, вдобавок ко всему сегодня еще придется писать объяснительную. Не знаю, соврал он. Еще не успел проверить. Кажется, очень мало. Почти ничего. Послушайте, Ишимбаев, в голосе диспетчера появились нотки, заставившие Рустана сжать изо всех сил трубку. Ваш участок портит нам все показатели. Ладно, перебил Рустан, я все это уже слышал. Лучше обеспечьте ремонт. Не могу же я голыми руками. Вот придет антропоид, нажму, отработаю. Черт знает что. Рустан сам не понимал, как у него вырвалась эта фраза. Меньше всего ему хотелось сегодня возвращаться на вахту. Однако отступать было поздно. Хорошо, Ишимбаев, голос в трубке потеплел. Через два часа ваш антропоид будет готов. Я уже распорядился. Надеюсь, сегодня вы дадите триста кубометров. Договорились? Ладно. Ишимбаев положил трубку. Подними правую руку. Изображение на экране оставалось неподвижным. Ишимбаев переключил контур излучателя. Подними правую руку. Команда была выполнена, но поднятая рука болталась, как тряпка на ветру. Опусти. Два шага вперед. Антропоид пошатнулся и сделал два неуверенных шага. Телекинетический излучатель работал с недопустимой перегрузкой. Внутри колпака было жарко, как в печке. Рустан отвел его вверх и положил на колени схему Штоллен. Ага, вот она главная галерея. Ну и лабиринтик. Ведь разведано не более десяти процентов верхнего яруса. После той истории спускаться в нижней галереи запрещено даже геологам. Да, нечего сказать, райская планетка. Один пейзажик чего стоит. На поверхности Рустану пришлось быть всего один раз по дороге с космодрома, но и этого было вполне достаточно, чтобы навсегда отбить охоту бывать там. Черт с ним, уж лучше проторчать еще год здесь, не видя дневного света. Он опять опустил на голову колпак. Идти прямо до первой галереи, повернуть направо, идти до кольцевого прохода, остановиться, ждать команды. Это твоя программа, иди. Антропоид потоптался на месте и, помедлив немного, двинулся вперед. Сортировщики тронулись за ним. Дошли до поворота. Направо, скомандовал Рустан. Антропоид послушно повернул. Наблюдать за ним дальше без обратной связи было невозможно, и Шимбаев выключил установку. Ох, и денек выдался, он сжал руками голову. Будь оно все неладно. Ему хотелось спать, но ложиться на два часа не имело смысла. Дурак, подумал он, напросился сам на сверхурочный. Мало тебе было. Однако не торчать же здесь два часа. Он встал с кресла, потянулся и вышел в ход сообщения. Диаметр трубы был меньше человеческого роста, и ему приходилось идти, согнувшись в три погибели, преодолевая мощный встречный поток воздуха, насыщенного приторным запахом аммиака. Ну и запашок, подумал он, зажав ноздри и дыша ртом через платок, смоченный поглотителем. Уже год как собираются сделать настоящие ходы сообщения. «Видно, руки не доходят, только и думают об этом поганом в веноцете. Подумаешь, эликсир бессмертия!» Прямо перед ним была дверь пульта пятого участка. Он нажал стопор и вошел. Здесь по крайней мере хоть меньше воняло аммиаком. Каждая кабина имела очистительную установку. Душанов стоял во весь рост, с глазами прикрытыми дисками. Телекинетический колпак где-то на затылке, руки вытянуты вперед, как будто в них фрезы. Он обернулся на шум открываемой двери и снял диски. «А, это ты?» «Я...» «Можно, я у тебя посижу немного?» «Садись!» Он переключил пульт на программное управление. «Ты чего ходишь?» «Авария». «Что-нибудь серьезное?» «Часа на два». «А ты сколько сегодня сделал?» «Семьсот кубометров». «Врешь!» «Чего мне врать?» Душанов включил экран и показал ящик, наполненный до половины шариками венуцета. «У Рустана глаза полезли на лоб». «Сколько тут?» «Да с полкило будет». «Везет тебе». «Работать надо!» «Участки у всех одинаковые». «Значит, способностей нет», вздохнул Рустан. «Глупости!» «С телекинетическими способностями никто не рождается. Их развивать нужно». Рустан встал с кресла. «Я это уже слышал на курсах». «Ну, ладно», Душанов взглянул на экран. «Горизонт понижается, пора переходить на обратную связь, ты уж меня извини». «Извиняю, только скажи, тебе правда эта работа доставляет удовольствие?» «Доставляет». «А почему?» «Как тебе сказать, Душанов надел на глаза диски. Я еще в детстве мечтал о том, чтобы одна моя мысль управляла машиной. Понимаешь, когда ты вот тут в кресле, а весь твой опыт, воля, знания там, в антропоиде». «А я нет». «Что нет?» «Не мечтал». «А о чем ты мечтал?» «Да ни о чем. А сейчас мечтаю, чтобы выспаться». «Лентяй ты, Рустан». «Может, и лентяй», сказал Ишимбаев. Маленькая узкая комнатка была полна звуков. Справа раздавался храп, над кроватью орал репродуктор, слева доносились приглушенные голоса. Рустан снял ботинки, выключил радио и лег спать. «Искать нужно в нижних горизонтах», произнес баритон слева. «Оттуда идет мощное пси-излучение». «Но говорят, там эти, как их, сильфии», отозвался женский голос. «Наверное, это парочка геофизиков», подумал Рустан, «те, что прилетели позавчера». Он видел их в кафе. У мужчины была густая шевелюра и мясистый нос, женщина носила брюки и черную размахайку, волосы до плеч. «Ерунда», авторитетно сказал баритон, «с нашими средствами поражения». «Дубина», подумал Рустан, «густопсовый дурак». «Показать бы тебе сильфью». «Ты не жалеешь, что сюда прилетел?» «Нет, с чего-то ведь нужно было начинать, только пахнет тут почему-то приотвратно». «Аммиак». «Атмосфера планеты содержит много аммиака, а очистка воздуха не на высоте, ведь настоящее освоение планеты еще не начато». «Не на высоте», Рустан захлебнулся от злости, вспоминая ходы сообщения, «вот поживешь тут, увидишь, какая это высота». «А мне кажется, что еще воняет кошками». «Это меркаптан, им пропитывают костюмы, когда выходят в зону. Сильфии боятся запаха меркаптана». «А ты уже все тут знаешь». Раздался звук поцелуя. Рустан чертыхнулся и включил радио. «Основа телекинетического управления состоит в абсолютно идентичной настройке длины волны пси-поля управляемого объекта и управляющего субъекта. Максимальный эффект управления достигается при полном психическом переключении на выполняемую объектом работу. Водитель антропоида должен не просто отдавать команды, но и, пользуясь средствами обратной связи, мысленно воплотить себя в антропоиде». Рустан пощупал затылок. Он уже хорошо знал, что такое воплощение при помощи обратной связи. «Учитывая, что напряженность пси-поля падает пропорционально квадрату расстояния, следует регулировать контур усиления в зависимости от интенсивности рецепторного восприятия». Ишимбаев выдернул штепсель из розетки. «Разгадка терапевтической активности винацета практически решает проблему долголетия», урчал баритон слева. «Я лично являюсь сторонником биологической теории происхождения, хотя утверждение о том, что винацет это окаменевшие личинки насекомых, ооо, и тут винацет». Ишимбаев взглянул на часы, натянул ботинки и поплелся в кафе. В его распоряжении оставалось около часа. В кафе еще никого не было, если не считать Граве. Он, как всегда, сидел за столиком около стойки. «Счастливчик», подумал Рустан, «два месяца на больничном». «Садись», Граве придвинул ему стул. «Чего бы пожевать», Рустан раскрыл меню. «Можешь, не смотреть», сказал буфетчица. «Сосисочный фарш и кофе. Больше ничего нет». «Да, здорово кормите». «Ты что, заболел?» спросил Граве. «Нет, перерыв для ремонта». «Завтра обещали подкинуть мясо», сказала буфетчица. «На Новый год руководящий хочет сделать котлеты с макаронами». «Неплохо бы», облизнулся Граве. «И еще по рюмке спирта на брата». «По рюмке», хмыкнул Рустан. «Если не нравится, можешь не пить», сказала буфетчица. «Охотники всегда найдутся». Рустан молча жевал фарш. Граве макал галету в кофе и откусывал маленькие кусочки. «Ну, как выработка?» спросил он. Рустан махнул рукой. «Ну, ее в болото! Осточертело мне все это до тошноты». «Романтик», презрительно сказала буфетчица. «Я их здесь за четыре года повидала этих романтиков. Начитались фантастики, а тут, как увидят Сильфию, по месяцу ходят с выпученными глазами. Ты чего ждал, когда вербовался?» «Ну, не знал же я. Ах, не знал. Теперь будешь знать. А чего им только нужно? Сиди в мягком кресле, докомандуй четыре часа в сутки. Постоял бы на моем месте за стойкой, а то телекинетика. Подумаешь, работа. Я тоже с удовольствием кормил бы вас телекинетически». «Ничего, привыкнет», сказал Граве. «Пойми, Граве», Рустан с трудом подбирал слова, «Вот, говорят, я лентяй. Может быть, и лентяй, не знаю. Только не по душе мне эта работа. Я ведь старый шахтер. Мне приходилось и отбойным молотком, и даже кайлом, но ведь это совсем другое дело». «Чудак», сказал Граве, «Тебе что, приятней махать кайлом, чем водить антропоид?» «Приятней. Там работа настоящая, и устаешь как-то по-человечески. А тут форменный...» Он осекся, бросив взгляд на буфетчицу. «Нужно тренироваться», сказал Граве. «Когда освоишься, поймешь, что за машиной тебе с твоим кайлом не угнаться». «Может быть...» «Но ведь кайлом...» «Я чувствую породу». «Она же разная порода. Здесь твердая, там мягкая. Работаешь, а сам соображаешь, где рубить, а где сама отвалиться». Рустан вздохнул, взглянул на часы. «Ладно, хватит трепать языком. Налей мне кофе». Оставалось двадцать минут. Если бы кто-нибудь знал, как ему не хотелось идти на вахту. За два часа температура внутри кабины упала ниже нуля. Рустан включил отопление и набрал номер ремонтный. «Да», на этот раз голос был мужской, «я Ишимбаев седьмого участка, как там мой дружок?» «Какой дружок?» «Ну, антропоид, диспетчер приказал». «А, это вы, Ишимбаев, я уже пишу на вас докладную. Безобразие!» «Погодите, не орите в трубку. Мне сказали, что меньше двух часов. Я спрашиваю, где ваш антропоид?» «Как где? У вас. Вы должны были принять его на кольцевой галереи. Волна Пси-36. Мы обшарили на этой волне половину галереи. Нет там вашего антропоида». «Нет?» «Подождите, я выясню». Рустан положил трубку. Дело принимало совсем скверный оборот. За такие вещи поголовки не погладят. Ведь если разобраться, он не должен был уходить из кабины, не получив подтверждения отремонтной. Антропоид с нарушенной ориентацией мог забрести куда угодно, даже провалиться в одну из вертикальных скважин, и тогда лоб Пышимбаева покрылся каплями пота. Ух! Он представил себе полчища потревоженных сильфий, атакующих верхний ярус. Говорят, так уже было. Мчащаяся лавина сметала на своем пути стальные переборки бараков, ломала ходы сообщения, и если бы не лазеры... Рустан рванул вниз телекинетический колпак. Он выжил все, что мог дать усилитель обратной связи, так что видеодиски обжигали веки, но глаза ничего не различали, кроме радужных кругов, вращающихся в темноте. Оставалось последнее средство. Рустан открыл колпак, вырвал балластное сопротивление второго контура и закоротил провода. Теперь ко всем его прегрешениям еще добавилось нарушение параграфа двенадцатого правил телекинетического управления. Он невольно вскрикнул, когда его век коснулся горячий металл, запахло паленым, и все же, срывая с обожженных век диски, он на мгновение увидел перед собой в горизонтальном развороте координатора кусок обвалившейся породы с характерными следами фрез. Антропоид лежал где-то во втором ярусе, очевидно придавленный рухнувшим сводом. На выход в зону нужно было брать специальное разрешение, но за этот день Ишимбаев совершил уже столько подвигов, что еще одно нарушение устава по существу ничего не меняло. Он натянул маску, надел пояс с аккумуляторами, включил фонарь и взял стоящий в углу отбойный молоток. Меркаптан — маленький флакон с омерзительно пахнущей жидкостью, отравлявший воздух в кабине. Несколько дней назад, завтракая, он, помнится, отпихнул его ногой в угол. Став на четвереньки, Рустан обшарил каждый сантиметр пола. Флакон исчез, как будто его никогда и не было. Выходить без защитного запаха в зону было рискованно, но для того, чтобы просить меркаптан на соседнем участке, пришлось бы... Рустан махнул рукой и сорвал пломбу с бронированной двери. Все это выглядело совсем иначе, чем на экране. Розовые наросты на мерцающих голубых стенках шевелили тысячами маленьких лепестков. Рустан ткнул пальцем в один из них и отдернул руку. Палец свело судорогой. Он вскинул молоток на плечо и зашагал вдоль галереи. Ноги выше щиколоток уходили в мягкий грунт, просеянный сортировщиками. Рустан поравнялся с ящиками, куда сортировщики складывали добытые трофеи. В одном из них беспорядочно наваленные кости, рядом почти полностью сохранившийся скелет странного существа с выгнутым спинным хребетом, треугольным черепом и длинными десятипалыми конечностями. Интересно, что они тут жрали, подумал Рустан. Во втором ящике, в углу, он нашел один единственный шарик веноцета, вся добыча за сегодняшний день. Дойдя до поперечной галереи, Рустан вспомнил Сильфию и пожалел, что нет меркаптана. Волосатая гадина, громко сказал он, чтобы подбодрить себя. Вошь, вонючая! Адина, Адина, повторило эхо, искаженные маской слова. Вошь, ючая! Здесь кончались следы работы его антропоида. Идти по твердому грунту стало легче. Сначала он увидел сортировщиков, беспорядочно метавшихся по галереи. Руки антропоида с включенными фрезами торчали из придавившей его глыбы. Судя по всему, потеряв ориентацию, он пытался пробиться сквозь стену галереи. Глыба была слишком тяжела, чтобы сдвинуть руками, и Шимбаев подключил провода молотка к поясу с аккумуляторами и, определив на глаз направление слоев, расколол ее на две части. «Выключи фрезы и вставай!» По-видимому, рассказы о водителях, умеющих командовать антропоидами без телекинетического усилителя, были, мягко выражаясь, преувеличением. «Вставай!» Он присел на корточки, подхватил антропоида подмышки и, крякнув от натуги, поставил на ноги. Антропоид развернулся на месте и с вытянутыми на высоте плеч руками пошел на Ишимбаева. «Повернись кругом!» Вращающийся с грозным воем фрезы приблизились к лицу Рустана. Он присел. Антропоид тоже согнул ноги в коленях. Рустан еле успел отскочить. «Выключи фрезы, болван!» Чуть уловимые следы пси-излучения влекли искалеченный мозг антропоида к его водителю. Рустан побежал. Притаясь за углом поперечной галереи, он прислушивался к неторопливому мерному стуку стальных подошв. Дойдя до поворота, антропоид на мгновение остановился, как бы к чему-то прислушиваясь, и решительно повернул налево. Сортировщики послушно плелись сзади. Смертоносные фрезы были вновь нацелены в груди Шимбаева. Ширина коридора не превышала одного метра и, шагавший в развалку антропоид, задевал плечами за стены, поднимая клубы голубоватой пыли. «Стой, тебе говорят!» Яркий свет приближающегося прожектора, слепил глаза. Рустан бежал, чувствуя сквозь поглотитель маски невыносимое зловоние. Галерея начала описывать полукруг, круто спускаясь вниз. Это была западня. Там, в первом ярусе, среди зарослей белых колючек, таилось нечто более страшное, чем фрезы обезумевшего антропоида. Ответвляющийся вправо узкий проход походил на трещину в породе. Неизвестно, вел ли он куда-нибудь, но выбора не было. Теперь только оставалось ждать, как поведет себя дальше антропоид. Проход был для него слишком узок. Стальное подобие человека топталось у входа, стараясь поймать Рустана в луч прожектора. «Худо», подумал Рустан, прикрыв глаза от слепящего света. «Совсем худо получается. Нужно уходить». Фрезы антропоида врезались в стены, расширяя проход. Сортировщики, уловив привычный сигнал, принялись откатывать грунт. «Все, каюк». Дальше можно было двигаться только ползком. Скрежет фрез неумолимо приближался. «Стой, чертово отродье!» дрожат ярости, он двинулся навстречу антропоиду. Поток нестерпимо яркого света бил по обожженным векам, резал воспаленные глаза. «Врешь, ублюдок!» В пучке прожектора перед рустаном черной тенью возник кусок нависшей породы. «Врешь!» он прикинул расстояние от антропоида и поднял отбойный молоток. Сейчас все решали секунды. Нужно было обрушить многотонную громаду в тот момент, когда прозрачный колпак окажется под ней. Фрезы легко врезались в породу, срезая ровные толстые пласты. Антропоид продвигался вперед с точностью часового механизма. У машины было одно неоспоримое преимущество. Она не знала усталости. «Врешь, тут головой работать нужно!» Последним, что оставалось в памяти рустана, были горящие зеленым светом фасеточные глаза и дрогнувший свод над головой. Рустан очнулся и застонал. От удара по темени все кружилось перед глазами. Он поднес руку к голове. Под пальцами был большой мягкий отек. Он встал на четвереньки и пополз туда, где под рухнувшим пластом в свете фонаря поблескивала нелепо дергавшаяся ступня антропоида. Между обломками породы и сводом было достаточно пространства, чтобы ползком выбраться в галерею. Рустан выпрямился. Там впереди голубоватым светом мерцали стены лабиринта. Ну или же тут, подумал он, взбираясь наверх, а я пойду. Рустан последний раз взглянул вниз и неожиданно вид шевелящейся ноги вызвал у него жалость. Ну чего дрыгаешь, дурак, сказал он, соскакивая обратно. Ладно, не брошу. Напряжение в аккумуляторах село, и нужно было тщательно выбирать направление слоев, по которым колоть пласт. Видишь, брат, в нашем деле голова требуется, а ты только дрыгать и можешь. Он с трудом ворочал огромные куски породы. Это что, сказал он пыхтя от натуги, это разве обвал? Вот у нас в шахте один раз. Сейчас руки антропоида были свободны, Рустан с опаской поглядел на фрезы. Они не вращались, очевидно, их заклинило. Ну, вставай! Он поднял антропоида, но тот был совсем плох. Шарнирные ноги все время выплясывали какой-то танец. Перепугался ты, что ли? Рустан прислонил антропоида к стене и принялся за расчистку прохода. Места было совсем мало, приходилось оттаскивать самые большие куски назад. От усталости у него тряслись руки. Эх, как неладно получилось! Хрупкие панцири сортировщиков были раздавлены в лепешку. Рустан отпихнул их ногой. Пошли! Он обнял антропоида за плечи и, подталкивая, повел вперед. Вот, получайте свое добро! Антропоид шлепнулся на пол. Он лежал лицом вниз, по-прежнему дергая ногами. Мастер ремонтный нагнулся и выключил у него блок питания. «Где вы его так?» спросил он, осматривая изуродованный колпак с наполовину вытекшей жидкостью. «Нашел в главной галерее! Сам себя завалил! Безобразие! Не могли его вовремя принять! Зачем вас только тут держат!» «Да-а-а-а!» мастер вскрыл покореженную заднюю панель. «Дней на десять работы, раньше не управимся!» «Дней на десять?» переспросил Рустан. «Ну что ж, доложите диспетчеру», добавил он, радостно ухмыльнувшись. Десяти суток было вполне достаточно, чтобы договориться с землей о замене Рустана Ишимбаева и его возвращении на шахту. Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин. Вечные проблемы. Соломенно-желтый шар медленно вращается на экране. Раскаленные пустыни, высохшие водоемы, растрескавшиеся голые скалы. Мертвая, покинутая планета. Народный уполномоченный повернул выключатель и откинулся в кресле. Серебристо-матовая поверхность экрана медленно тускнела. Покинутая планета. Десять лет титанического труда по эвакуации населения, бессонные ночи и полные напряженные работы дни. Все это уже позади. Ну что ж, пора и ему надевать скафандр. Иначе не выйдешь на поверхность. Слегка согнувшись под тяжестью кислородного баллона, он медленно бредет по бесконечным пустынным улицам подземного города. Центральный пульт. Здесь еще чувствуется жизнь. Сияющие белизной панели, тысячи разноцветных лампочек, экраны с изображениями ритмично работающих машин, дрожащие стрелки приборов. Одну за одной он нажимает кнопки. Реакторы аварийного освещения. Зеленый сигнал вспыхивает на щите. Подтверждение запуска реакторов. Остановка кислородных станций. Остановка фабрик синтетической пищи, лаборатории органического синтеза, климата, промышленных предприятий, связи, транспорта, горнорудной промышленности. Теперь уже почти все стрелки приборов стоят на нуле. Гаснут лампочки на щитах. Застыли в непривычной неподвижности изображения машин на экранах. Подземный мир планеты погружается в сон. Последняя кнопка. Энергоснабжение. Темнеющие экраны. В тусклом свете ламп аварийного освещения зал центрального пульта кажется бесконечным. Старый, смертельно уставший человек поднимается по ступеням неподвижного эскалатора. Жар раскаленной поверхности планеты проникает через плотную ткань космического комбинезона. Пора включать индивидуальное охлаждение. Пилот нетерпеливо поглядывает на часы. До старта осталось пятнадцать минут. Небольшая задержка, и все навигационные расчеты придется делать заново. Почему же он так медленно идет? Товарищ уполномоченный! Корабль готов к старту. Экипаж и пассажиры в кабине. Мария уже сняла скафандр. Нет, она в грузовом отсеке. Попросите, пожалуйста, ее выйти. Пилот сокрушенно смотрит на циферблат, но уполномоченный слишком занят своими мыслями, чтобы это заметить. Через несколько минут маленькая фигурка в мешковатом комбинезоне сбегает по трапу. Что-нибудь случилось? Голубые глаза тревожно смотрят сквозь стекло шлема. Простите, что я вас побеспокоил. Мне хочется перед отлетом посмотреть на ваших питомцев. Пройдем в колонию? Нет, вызовите старшего сюда. Мария вытаскивает из купола шлема тонкий прут антенны. А-381, срочно направляйся к месту старта. Ориентируйся по моим радиосигналам. Пилот, безнадежно махнув рукой, поднимается по трапу. Нужно все подготовить для корректировки расчетов. Уполномоченный с любопытством смотрит на приближающуюся фигуру робота. А-381 прибыл по вашему вызову. С тобой хочет говорить наш начальник. Слушаю. Мы улетаем. Знаю. Вы когда-нибудь вернетесь? Нет. Мы навсегда покидаем солнечную систему. Живые здесь не могут больше оставаться. Теперь хозяевами планеты будут роботы. Ты хорошо знаешь свои обязанности. Хранить в памяти человеческие знания, беречь себя и все, что нам оставлено живыми, производить себе подобных и обучать их, менять тактику поведения в зависимости от внешних условий, непрерывно совершенствоваться в случае появления на планете пришельцев из космоса, передать им то, что заложено в нашей памяти живыми и все, сохранившееся к этому времени на планете. Правильно. Не забывай, что находиться в подземельях опасно. Ожидаются землетрясения. Подземные города, вероятно, будут разрушены. Вам придется производить раскопки. Это заложено в нашей программе. Следите за тем, чтобы ваши солнечные батареи были всегда заряжены. Знаю. Планета лишилась атмосферы. Сейчас на поверхности очень велика метеоритная опасность. Наша колония уже под крышей. Хорошо. Можешь идти. Помни. Живые доверили вам все, что ими было добыто за многие миллионы лет. Помню. Иди. Желаю успеха. Удачного полета. Спасибо. Черное небо с нетерпимой ярким светилом над головой. Свинцовые подошвы глубоко ушли в толстый слой желтой пыли. Время идет, а уполномоченный о чем-то думает, забыв про старт. Девушка не решается прервать его размышления. Боюсь, Мария, что они не справятся. Сейсмические прогнозы очень неблагоприятны. Этот астероид пробудил такие силы в недрах планеты, против которых беспомощны даже мы. Откровенно говоря, я больше рассчитываю на музей-спутник, чем на ваших роботов. — Можете быть совершенно спокойны. Это автоматы самого высокого класса. — Хорошо. Идите в кабину. Скажите пилоту, что я приду через две минуты. Он ждет, пока девушка скроется во входном люке, опускается на колени и бережно собирает в платиновую шкатулку горсть пыли слика мертвой планеты. Прошло два миллиона лет, а крохотная, лишенная атмосферы песчинка на краю галактики, лежащая в стороне от маршрутов лайнеров Космического Содружества, так и не привлекла ничьего внимания. Что же касается роботов, то... Впрочем, лучше послушаем, что они сами говорят. Председатель Уважаемые коллеги, наш симпозиум посвящен одной из наиболее интересных проблем современной науки — гипотезе немашинных форм жизни. Слово для сообщения предоставляется профессору химического синтеза автомату класса А, досточтимому ЛА-3693. Прошу вас, профессор. ЛА-3693 Жесткий регламент, принятый на наших собеседованиях, позволяет мне, к сожалению, ограничиться только кратким сообщением о полученных экспериментальных данных и вытекающих из них предположениях. Более подробно материал изложен в тезисах доклада, розданных участникам совещания. В течение последних лет в нашей лаборатории ведутся опыты по синтезу высокомолекулярных углеводородных соединений. В этом году нам удалось создать небольшой комок слизи, проявляющий все признаки того, что мы привыкли называть жизнедеятельностью. Оживление в зале В жидкой органической среде этот комок обнаруживает способность к самопроизвольному передвижению, реагирует на раздражение током и усваивает находящиеся в растворе вещества. Вследствие не вполне еще разгаданных процессов окисления этих веществ обеспечивается необходимый энергетический жизненный баланс. При отсутствии кислорода в жидкости комок погибает. Наиболее интересным свойством полученных в последнее время вариантов слизи является ее способность, ассимилируя органические соединения, расти и размножаться делением. Таким образом, не подлежит сомнению, что здесь мы имеем дело с совершенно новой формой жизни, резко отличающейся от привычных нам представлений о высокоорганизованной материи. Может быть, где-нибудь во Вселенной существуют миры, где органическая жизнь достигла того же высокого развития, как и на нашей планете машинная. Оживление в зале. Иронический скрип на скамьях автоматов класса B. «Я понимаю, что автоматов класса B больше интересует техническое применение сделанного открытия. Мне кажется, что способность полученного вещества реагировать на внешнее раздражение позволит использовать ее в некоторых счетно решающих устройствах, облегчающих работу автоматов, а вследствие, может быть, даже создать на этой базе некое подобие электронного мозга». «Председатель. Слово предоставляется заведующему кафедрой эволюции машин автомату класса А достопочтенному РА-84-41». «РА-84-41». «Доложенный здесь нашим ученым-коллегой экспериментальный материал очень интересен, и у нас нет никаких оснований сомневаться в его достоверности. Однако я вынужден возразить по поводу некоторых выводов докладчика. Неясно, действительно ли мы имеем дело в данном случае с проявлением жизнедеятельности в полном смысле этого слова. Мне кажется, что реакции на раздражение током могут быть просто следствием изменения поверхностного натяжения комка слизи. Может быть, на этом принципе и возможно какое-то моделирование некоторых функций полупроводникового нейрона. Однако сомнительно, чтобы из столь примитивных моделей когда-нибудь удалось создать хотя бы жалкое подобие электронного мозга. Не следует забывать, что в основе всякой мыслительной деятельности лежит способность хранить информацию, называемая памятью. При всем разнообразии известных нам видов памяти, магнитный, емкостный, криогенный, ни один из них не может быть осуществлен в органической материи. Таким образом, следует считать все предположения о возможности моделирования мыслительных процессов автоматов комбинации элементов, составленных на базе углеводородных соединений, совершенно беспочвенными. — Председатель. — Слово предоставляется доктору философии, заслуженному автомату класса А, высокочтимому, на 54-26. На 54-26. Мне хотелось бы подойти к обсуждающейся проблеме с несколько иных позиций, чем это было сделано в предыдущих выступлениях. Прежде всего, требуется определить само понятие жизни. По нашим представлениям, оно складывается из следующих элементов. А. Наличие устройств, превращающих солнечный свет в электрическую энергию, являющиеся основой моторной деятельности организма и протекающих в нем мыслительных процессов. Б. Способности конструирования себе подобных и передачи им накопленного опыта. А. Может ли органическая материя удовлетворять этим условиям? Мы знаем, что на базе углеводородных соединений нельзя создать фотоэлементы, преобразующие излучение в электрическую энергию. А. Поддержание энергетического баланса за счет реакции окисления возможно только в жидкой среде, так как в контакте с газообразным кислородом органические существа немедленно бы сгорели. «Нам удается получать жидкости только в лабораторных условиях. Можно, конечно, пофантазировать и представить себе гипотетический мир, в котором вещество находится в жидкой фазе и содержит все необходимое для жизнедеятельности органических существ. Что же произойдет в этом случае?» «Контрольное размножение в геометрической прогрессии путем деления очень быстро исчерпает все жизненные ресурсы среды, и размножающаяся материя сама себя лишит того, что служит предпосылкой для ее существования. Вывод напрашивается сам собой. Предположение о существовании в природе углеводородных форм жизни не выдерживает критики». «Председатель. Есть еще желающие высказаться. Вы хотите? Ваш индекс и звание? Отлично. Слово предоставляется аспиранту Института Истории Планеты, автомату класса В, полупочтенному ЮВ-9611-74-42». ЮВ-9611-74-42. «Я, так сказать, мало компетентен и вообще не берусь утверждать. Но мне кажется, в общем, что, может быть, изображения странных существ, попадающихся в раскопках древних поселений эры примитивных машин, считающихся плодом творчества первобытных автоматов, не были ли они на самом деле памятниками культуры органических пришельцев из космоса, «Подчинивших себе в ту далекую эпоху наших предков». Веселый скрип в зале, переходящий в оглушительный скрежет. «Я еще думал, что, может быть, конический спутник нашей планеты, так сказать, дело их рук. Шум в зале, крики, регламент. Простите, я, конечно, так сказать, не предполагал вообще садиться на место». «Председатель. Разрешите подвести итоги нашей дискуссии. По-видимому, сегодня нет никаких оснований считать реальным существование в природе органических форм жизни на базе углеводородных соединений. Что же касается технического применения парадокса, обнаруженного нашим коллегой, то, как мне кажется, попытки использовать его в новых счетно-решающих приборах могут заслужить внимание, хотя на пути реализации этой идеи стоит очень много чисто инженерных трудностей». Продолжение следует...